Глава 1. Реальность, полная боли. Ты был прав. Мой враг, что истину открыл моим глазам. Что на смертном одре, в прах рассыпаясь. Ты удачи мне пожелал. И сказал, стань Хакаги. Обещание с меня взял. Рана сердечная, боль несусветная, как ты прикажешь им стать. С каких это пор ты стал поэтом? Проворчал стать сознание нашего героя исполинского размера девятихвостый лис, что увеличал себя Курамой. Хи, когда ты видишь истинное лицо этого мира, то находишь радость только в таких вот вещах. Думаешь, что хуже уже не станет, и сделать с этим ты ничего не можешь, чтобы хоть как-то смягчить эту боль в груди, приходится делиться ею с бумагой. Так что, не злись на меня, друг мой. С улыбкой ответил Наруто Узумаки, герой мира Шинаби. И как я проворонил тот момент, когда ты из Шкета, что кричал, я стану Хакаги. Превратился в философа. Не переставал ворчать лис. Курама, ты что-то сегодня не в духе. А каким я могу быть, если ты собираешься покинуть нас, в этом проклятом мире? Рыкнул на своего друга зверь. Я уже позаботился о том, чтобы вас, хвостатых, больше никогда и пальцем не коснулись. Так в чем проблема? А в том, что ты, наш единственный друг, хочешь покинуть нас. Курама, я, в отличие от вас, смертен. Разве ты не хочешь, чтобы я прожил остаток жизни счастлива? Наруто снисходительно глянул на друга, ведь прекрасно понимал его чувства. Но эта штука лишь переместит тебя в прошлое. Какой тогда вообще с этого толк? Неправда, при большом количестве чакры, я смогу, ценой своего существования, открыть проход в безграничную мультивселенную. Раздался роботизированный голос, а из походной сумки Наруто вылезла маленькая черепашка с синим панцирем, обвязанной красной ленточкой. Я не доверяю этой пародии на Исабу. Фыркнул лис. Курама, можешь ворчать сколько влезет, но после всех тех ужасов, что мне пришлось увидеть, я не могу больше и оставаться в этой реальности ни секунды. Понура проговорил Наруто. Ты говоришь в точности, как и Абита. Потому что, он был прав. Воспоминания Наруто война. С нее никто не возвращается прежним. Сорок тысяч шиноби — это те, тела которых смогли найти. Ниджи. Шикакусан. И Найчисан. Абита. Лежа в больнице, после боя с Саски, я много думал над твоими словами. Хоть в конце своего пути ты вернулся на светлую сторону, в твоих глазах я отчетливо видел разочарование. Конечно, ты же влечением Мадары обошел весь мир. Все увидел. Мое эгоистичное желание мира и добра не давали мне уловить истинный смысл твоих слов. Неужели в этом мире все так плохо? И мне с этим еще предстоит столкнуться. И я столкнулся. Столкнулся с болью предательства, когда на улице встретился Куру и Саски, а они сделали вид, что меня не узнали. Еще раз столкнулся с предательством, когда увидел Хинуту, целующийся с Кибой. Как иронично, та, которая за меня жизнью рисковала и клялась в любви, оказалась падлой и предательницей. И снова эти взгляды в спину, но на сей раз от страха. А что, я теперь сильнейший шинобил в истории. Тот, кто рисковал жизнью, чтобы спасти их. Конечно же меня надо бояться. Безусловно. Оружие деревни. С такими словами мне отказали в путешествии по миру. А цена Диобровина это не повела. Получается, опять предательство. Пятьсот миллионов рё. Именно столько поставили в Канохе за мою голову, когда я ушёл из деревни. Вдвое больше заживого. Опять предательство. И снова мои друзья запечатаны. И снова их используют как оружие, против их воли. Опять предательство. Что я увидел в своём путешествии? Боль, несправедливость, жестокость, отчаяние. Нравится такая характеристика. А как ещё охарактеризовать мир, где богатые люди и шиноби правят всем? Насилие, побои, хамство. Это лишь крохи того, что терпят простые люди. Опять предательство. Озуши. Родина моего клана. Я пришёл на руины, что остались после той бойни. От трупов шиноби остались лишь кости, одежда и протекторы. В общей сложности, я нашёл четыре типа протекторов ниндзя, четырёх разных деревень. Озуши, Кума, Кири и... Кноха. Говорили они, что не успели вовремя спасти. А кто их собирался спасать? Те же, кто и напали на них. Вы только подумайте, какие же они лицемеры. Кноха до сих пор носит клановые нашивки Узума киноформа Ахшиноби, прикрываясь вечным миром между деревнями. Райкаги в своё время, меня ещё жизнь не учил. Хоть Мизукаги, Тиру Мимей, при нашей недавней встрече, покаялась в деянии своих предшественников. И на том спасибо. Здесь же я и нашёл Карасуки. Это черепашка, которая позволяет путешествовать во времени и между мирами. Тогда-то мне и пришла идея сбежать от этой реальности, где нет ничего кроме боли. Только сейчас, в 25 лет, я признал, что все враги, с которыми я сражался и отстаивал идеалы мира и дружбы, оказались правы. Абита был прав, ведь в этой реальности невозможно жить. Нагата был прав, ведь этот мир полон боли. Чёрт, даже Кокоза был прав, ведь деньги в этом мире решают всё. Было новое нападение на планету. На сей раз от лунного Асу Цукитонири. Он похитил младшую сестру Хинуты, Ханаби. Насколько я знаю, Хинута отдалась ему в жёны, чтобы он отпустил Ханаби и оставил планету в покое. Он исполнил своё обещание, но забрал глаза у младшей из Хью. Я же не пешил вмешиваться, и на то были свои причины. Во-первых, я всегда недолюбливал Хью. Эти высокомерные засранцы бесили меня лишь фактом своего существования. Во-вторых, я пообещал себе, что спасать этот мир я больше не буду. Этого мира для меня больше не существует. И хоть я догадывался, что могут прийти другие Асу Цуки, в разы сильнее Кагуи и Тани Ри, я всё предусмотрел, чтобы хвастаты не пострадали. Я долго работал над тем, чтобы обезопасить своих единственных друзей, и придумал план. Стоит сказать, что, узрев правду об этом мире, я стал жестоким и ещё сильнее, чем раньше. На моих руках было много крови, а сам я в идеале овладел всеми стихиями киндюцу. Лишь в одном я был профаном-фуин. А это искусство ниндзя играло ключевую роль в моём плане. Благо, я сумел найти разрушенные фрагменты барьера, что постоянно окружало островы Узумаки, вплоть до их падения. С помощью Шукаку, который был мастером фуиндюцу, и чакры всех хвостатых, я сумел его восстановить и многократно усилить. Объединив чакру всех хвостатых в природную чакру Десятихвостого, я сумел создать отдельный мир на планете, где даже вечное Цуко Йоми не будет им угрожать. Я привел всех хвостатых в Узуше. Благо, запечатать успели только Маттаби, Сайкена и Чоумия. Шукаку в стране ветра не трогали. Исабу успел уплыть в океан, где его нереально поймать. Сон отбивался и тоже сумел скрыться. Кокуа, благодаря своей скорости, сумел убежать. Гюки сумел уйти только после того, как сравнял с Землей половину Кума. Новых дженчурики же пришлось схватывать и насильно вытягивать из них хвостатых. Совместной работой мы убрали с островов руины и начали обустраивать для каждого хвостатого отдельный райский уголок. Шукаку, с помощью управления песком, соорудил себе целую пустыню на цветастые местности. Используя датон, я создал основание вулкана, а Сон, под миленькие глазки Маттаби, заполнил его лавой, на что кошка довольно замурлыкала. Сам же Сон нашел на одном из островов целую сеть пещер, где с радостью поселился вместе с Сайкиным. Для Кокуа и Челми эти острова оказались самым счастливым местом, где они могли спокойно бегать и летать. Исабуз Гюки наслаждались спокойным водом просторного океана. Только Курама дожидался своего освобождения, но об этом еще рано. Конец воспоминаний Сиечис Наруто сидел неподалеку от Страны Волн, около могил Хаку и Забузы. «Наруто, он уже близко. Ты точно уверен, что хочешь пересадить себе эти чертовые глаза?» — неодобрительно зарычал Курама. «Когда я перемещусь в другой мир, я потеряю силу мудреца шести путей, вашу чакру и ваши уникальные способности. Я не знаю, с чем мне там придется столкнуться, поэтому мне нужны эти глаза, просто чтобы выжить. Тем более, это глаза человека, что никогда же мне не врал». После этих слов Курама немного успокоился и перестал докучать Наруто. «Через минуту на поляне появился человек, который был одет в черный балахон. Для меня честь встретиться с отступником ранга СССС+. Наруто-кун, кто же думал, что именно ты превзойдешь меня?» — послышался шипящий голос, и собеседник снял капюшон, являя миру одного из легендарной тройки — Арачимару. «Арачимару, мне нужна от тебя небольшая услуга, как ученого. Интересно. Как ты думаешь, что мешает мне сейчас схватить тебя и передать Канохе, получив за это полную амнистию? Я думаю то, что ты умнейший человек на этой планете. Ты не станешь этого делать, ведь прекрасно понимаешь, что я в миллиарды раз сильнее тебя. Хм. А ты сильно изменился. Такова жизнь. В своем письме, ты мне говорил, что у тебя есть важная информация, которая будет неинтересна. Когда я с ней ознакомлюсь, я с радостью помогу тебе в чем угодно. Та я тут на днях бомбанул все архив деревень Шиноби, с целью побольше разузнать о кланах, техниках и т.п. В архиве Канохе, я и нашел кое-что интересное по поводу твоего клана. Моего клана. Сказать, что Арачимару не удивился, то лучше просто промолчать. Твои предки были сильны, а их просто использовали во время Первой мировой. Из всего клана выжил только твой отец. Остальных же тупо отправили на убой, в самой горячей точке. Вот, детально можешь ознакомиться из этой папки. Ублюдки. Пророчила Арачимару, бегала смотрев страницы. Хорошо, я согласен тебе помочь. Что от меня требуется? Пересадить мне это? Сказал Наруто, доставая банку с непонятной жидкостью, в которой плавали два глаза. И это же. В неверии пробормотала Арачимару. Шарингом. Учихи обито. Глава 2 Гости из прошлого Комментарии Глава 2 Гости из прошлого Вот и продолжение. Откуда он у тебя? Какаши же сказал, что после того, как Абитер осыпался от техники Кагуя, его глаза постигла та же участь. Спросил Арачимару, скрупулезно разглядывая глаза в банке. Когда я дотронулся до него, чтобы вылечить, с помощью силы им шести путей, он незаметно поставил мне печать, в которую и запечатал свои глаза. Из последних сил Абита использовал Хинги, чтобы этого никто не заметил. Я же обнаружил их, когда покинул Канаху. Сказал Наруто, и сложил руки в молитвенном жесте, чтобы помолиться за своих первых противников, с которыми он столкнулся в бытность Шиноби. Постой. После смерти Абита, его душа переместилась к Какаши, и наделила его силой своего Мангёки. Как он смог это сделать? Не знаю. Пожал плечами Наруто. К сожалению, сразу два глаза пересадить не получится. Ты не учиха, и поэтому они постоянно будут активированы, что будет потреблять колоссальные запасы чакры. Неодобрительно покачал головой Арачимару. Не переживай, и не недооценивай силу всех хвостатых зверей. Ты делай свою работу, а дальше посмотрим. Наруто закончил молиться, и уже стоял к Арачимару лицом. Тогда нам нужно отправляться в одну из моих лабораторий. Там есть все необходимое оборудование. Сказал Арачимару, жестом приглашая Наруто идти за ним. У тебя еще есть лаборатория. Я думал, что после того, как ты стал сотрудничать с Конохой, остальные прикрыли. Спросил Наруто, когда они уже шли. Мне сохранили свободное передвижение, и удобно иметь лабораторию в каждом уголке мира. Фактически они не мои. У меня сохранилось много подражателей и союзников. Вот они присматривают за ними. Откровенничал Арачимару. Все-таки недаром ты породнился со змеями. Из любой, казалось бы, безвыходной ситуации умудришься выползти. И как так вышло, что ты, работая на третьего Иданза, ничего не знал о своем клане? Вероятно, они не хотели, чтобы я знал, поэтому тщательно скрывали эту информацию. Так они пришли к причалу, где стоял личный корабль Арачимару. За весь путь никто больше и слова не проронил. Что, даже не спросишь, как там Кенаха? Спросил Арачимару, когда они уже обустроились на палубе. Мне уже давно неинтересно этой деревне. Наши пути с ней разошлись. Хотя, можешь рассказать. Все равно путь не близкий. Ответил ему Наруто, вдыхая приятный морской воздух. Саски. Начал говорить Арачимару, как вдруг остановился, а на его плечо села птица. Это почтовый голубь Джува. Что там стряслось? Как только Санин снял письмо с лапки птицы, она упорхнула в небо. Арачимару принялся читать письмо. По мере прочтения, его улыбка становилась все шире. Только вспомнили о Канахе, так тут на тебе. Рассмеялся змей, а письмо вспыхнуло синим пламенем. Что случилось? Неужели стерли с лица земли? Невзначай спросил Наруто. Да нет, там дело гораздо интереснее. Какаши стал Хакаге, и первым же указом разогнал совет Канахе. А еще снял с тебя все обвинения, вернул статус героя и выслал отряд, чтобы вернули тебя. Ничего не напоминает? Усмехнул Сарачимару. Твой сарказм неуместен. А что до Канахи, то пускай попробуют, если хотят увидеть в центре деревни всех девять биджу. Без эмоциональным тоном проговорил Узумуки. Не могу не восхищаться твоими изменениями, Наруто Кун. Недаром говорят, что самыми ужасными злодеями становятся по своей природе самые добрые. Ты и обито яркий тому пример. Твои слова правильны лишь отчасти. Я бы сказал немного по-другому. Жизнь делает самого доброго человека самым злым. И мы с обито не злодея. Мы те-те Рэкто увидели мир таким, как он есть. Только если обито хотел спасти этот мир, то мне уже наплевать на него. Даже если он будет уничтожен, главное, чтобы не трогали меня и хвостатых. Как иронично, что единственных настоящих друзей ты обрел среди зверей. Меня всю жизнь считали зверем. Может, на подсознательном уровне я и стал им. И все же, нет ни малейшего желания вернуться домой? Решил вернуться к теме Рачимару? Нет. А если ты сдашь меня или мое местоположение, я отдам тебя на растерзание Шукаку. Он будет сдавливать тебя своим песком долго и мучительно, и никакая замена тела тебя не спасет. Наруто угрожающе посмотрел на Санина, при этом его зрачки вытянулись, а глаза стали красными. Да понял я, понял. От такого зрелища даже Рачимару нервно сглотнул. Дальнейший путь два легендарных шиноби провели в тишине. Когда корабль причалил к берегу, дальше они пошли пешком. До лаборатории оставалось несколько сотен метров, как на их пути, прямо в воздухе, возникла темно-фиолетовая червоточина, из которой вышли Саски Учхо, Сакура, Ужучхо и Шакамару Нара. Увидев эту троицу, Наруто сделал резкий выпад в сторону Арачимару, хватая Санина за горло. В его руке сформировался Росинган с Чикройкой Уби. «Ты, сука, меня сдал?» — гневно прорычал Наруто. Арачимару на это мог лишь болезненно прохрипеть, ведь разница между ним и Наруто теперь колоссальная. Санин для него не более чем генин для сильного Джанина. «Успокойся, Наруто. Он ни в чем не виноват. Ты забыл пророчество Рикуда? Две противоположности всегда найдут друг друга. Я вышел на тебя по твоей части чакры Рикуда Санина», — объяснил ситуацию Саски. «Ладно, повей мучихи. Поживи пока», — сказал Наруто, и отшвырнул Арачимару в сторону. «Если хотите вернуться в Канаху целиком, а не по частям, прочь с дороги». «А ты стал самоувереннее, Наруто», — усмехнулся Саски. «А ты стал тупее, Учхо». «Наруто, что с тобой стало?» Непонимающе пробормотала Сакура. «О, и разволосы здесь!» «Ля, какие нашивки на одежде!» «Поздравляю со вступлением в легендарный клан!» На слове «легендарный», — Наруто жестами показал кавычки. «Наруто, ты перегибаешь палку!» Холодным тоном предупредил Саски. «А что я не так сказал?» «У вас дочурка есть!» «Не боитесь, что одним прекрасным днем она вас зарежет по приказу деревня?» Усмехнулся Наруто, хотя ухмылка больше походила на звериный оскал. Эти слова и стали спусковым крючком. Саски телепортировался за спину Наруто и попытался резануть его катаной вбок. Наруто перешел в режим мудреца шести путей и уклонился от его выпада. Затем он сложил несколько печатей. Райтон, Грозовое поле. Техника, придуманная Наруто. За принципом действия очень схожащей Дарина Гаши, только площадь поражения и урон заметно больше. Прочитав движение Наруто, Саски вошел в режим чакры стихии молнии, что защитило его от техники Узумаки и увеличило его физическую скорость. Достав из нательного фуин, который поставил на него шукаку, катану, Наруто перешел в наступление. Вертикальный выпад был заблокирован, но это был лишь отвлекающий маневр. Сзади кучихи пробрался уклон Наруто, с готовым рессинганом. Саски лишь в последний момент успел поменяться местами с настоящим Наруто. Узумаки еле успел развить клона, чтобы не принять на себя свою же технику. Суетан, техника небесного плача. Наруто использовал технику Табирамы, которую значительно усилил и повысил скорость. Он выплюнул из рта 10 синбонов из чакры воды, но нацелены они были не на Саски, а на Сакуру. Чтобы не стать вдовцом, Саски поменял жену местами с ближайшим камнем, но пропустил выпад катаной Наруто. Завязался нехилый бой в киндюцу. Искры разлетались от клинков только так. Все же, превосходство Наруто физической скорости сыграло свою роль, и Учиха пропустил удар катаной в бок, отчего образовалась рваная рана. Саски отпрыгнул от Наруто подальше, чтобы продумать план по обезвреживанию, но кто сказал, что ему это позволит сделать? Наруто воткнул меч в землю, и снова сложил печати и хлопнул руками по земле. Йонтон, лавовый потоп. Из земли вырвался огромный поток лавы, и понесся на Учиху. Саски, из-за полученной раны, не успевал уклониться, поэтому снова поменялся местами с ближайшим камнем. От частого использования техники Риннигана, он начал тяжело дышать, ведь перед этим он уже открывал портал, чтобы добраться до Наруто. Что, уже выдохся? С усмешкой бросил Наруто. Но тут его инстинкты забили тревогу. Сверху на него летела Сакура, с занесенным для удара кулаком. Он с легкостью перехватил ее удар, и резко потянул на себя. Росинган. В другой руке он сформировал свою смертоносную технику, и уже собирался всадить ее в живот разволосой дуры. Но тут... Саски в очередной раз пришлось спасать свою жену. Он поменялся с ней местами и принял урон от Росингана на себя. Учиха отлетел на добрых пять метров. Такой урон уже не мог пройти без следа, и Саски блееванул кровью. Он не мог поверить. Наруто стал настолько сильным, что играючи одолел их с Сакурой. Из последних сил он решил использовать свой последний козырь. Аматерасу. Черное пламя охватило все тело Наруто, но он на это бровью не повел. Курама не дремлел, а с наслаждением наблюдал за избиением Учихи. Когда на Наруто использовали Аматерасу, он мигом пропустил свою чакру, сбрасывая черное пламя, и залечивая поврежденные участки кожи Наруто. Да уж, слабого ты стал. С разочарованием в голосе сказал Наруто, и повернул голову в сторону Шикамару. А ты чего не нападаешь? Я прекрасно понимаю свои шансы. Ответил ему Нара. Хоть один разумный человек в этой компашке. Сказал Наруто, выходи из режима и поправляй плащ. Пойдем, Арочимару, если в канухе не дураки сидят, то они больше не сунутся ко мне. Арочимару все это время стоял как вкопанный. На его глазах, прирожденного гения, Саски Учиху, отпинал как школьник и еще недавний неудачник. Змей вмиг очухался и пошел вслед за Наруто. Вскоре они вовсе скрылись в лаборатории. Ну, а наша компания из канухи пошла домой с проваленной миссией. Сакура немного подлечила своего мужа, чтобы он мог хоть самостоятельно передвигаться. Наруто отправились они пешком, ведь Учиха еще не мог использовать ринниган для открытия портала. Лаборатория Арочимару Наруто уже лежал на операционном столе, дожидаясь начала операции. Наруто-кун, ты точно уверен, что стоит пересаживать оба глаза? Еще раз для уверенности спросил Арочимару. Уверен. Давай, не томи уже. В нетерпении сказал Наруто. Что же, я ввожу наркоз? Сказал Арочимару, а Наруто погрузился в подсознание. Там его встретили все его друзья, от однохвостого до девятихвостого. Ну что, ребята, все готово? С улыбкой спросил Наруто. Да, я уже синхронизировал чакру со всеми хвостатыми. Как только змеяка соединит твои чакры канулы с глазами, я начну изменения в мельчайших каналах самих глаз, подстраивая их под твою чакру. Это даст глазам твой пигмент, отчего они будут привычные тебе, голубого цвета. Также это позволит деактивировать додюцу, что сэкономит тебе очень много чакры, ведь нас с тобой там уже не будет. Я знаю, что это все звучит неправдоподобно, но такова сила всех хвостатых, без нас это невозможно, поэтому ты будешь уникальным экземпляром. Хотя, и наша сила не безгранична. Сосана ты использовать не сможешь, ведь это сила не только глаз очих, но еще тела и души, а изменять гены человеком мы не в состоянии. Провел краткий экскурс Курама. Ничего, я и за это вам очень благодарен. Может, пока Курама занят, рубанемся в картишки. Я помню, что сон хотел реван уж. Ну, как вам идеи? Да. Прозвучали радостные вопли от остальных хвостатых. Так всегда. Меня заставляют работать, а сами развлекаются. Раздраженно фыркнул лис. Не сердись, Курама. Глава 3. Прощание и прощение. Можешь открывать глаза, Нарута-кун. Сказал Арачимару, после того, как снял бинты с лица Нарута. Узумаки неделю не видел света. С его регенерацией, глаза прижились всего за два дня, но изменения, которые проводил Курама, заняли намного больше времени. Он стал медленно открывать глаза, привыкая к поступающему свету. Взору Арачимару предстал узор Мангёки Шаринга Научихи Абита. Прочувствовав мельчайшие чакры Канала в глазах, Узумаки перекрыл некоторые потоки чакры, и его глаза обрели вид обычного трехтомойного Шарингана. Перекрыв абсолютно все потоки чакры, глаза вернули привычный голубой цвет. Невероятно. Пробормотала Арачимару, увидев, как Наруто деактивировал дадюцу. Так-то оно так, но нужно научиться им пользоваться. Разочарованно пробормотала Наруто. М. Наруто, спустись-ка в подсознание. Сказал Курама по мысленной связи. Наруто исполнил просьбу друга. Увиденное заставило Наруто потерять дар лич. Перед ним стоял сам Абита, в том виде, в котором он умирал. «Значит ты решил воспользоваться моим подарком?» С улыбкой спросил Учхо. «Абита, как ты здесь оказался?» Непонимающе спросил Наруто. Он был шокирован происходящим. «Перед смертью я настроил Камуи таким образом, чтобы, когда ты пересадишь себе мои глаза, смог призвать мою душу из загробного мира. Да, мой Мангёки способен на такое, но лучше этого не делать. Не стоит тревожить упокоенные души». Объяснил Абита, и стал разглядывать Наруто. «А ты возмужал. Высокий, широкоплечий, наверное, много тренируешься. А сигаретами несёт, словно от какого-то бандита». «Сначала они помогали мне справиться со стрессом, от множества предательств и разочарований, а вскоре просто стали привычкой. Я старался бросить, но ничего не получалось». «Сказал Наруто садясь на пол в своём подсознании. Всё настолько плохо?» Спросил Абита, также садясь по правую сторону от Наруто. «На самом деле, бывало и хуже. С избиениями от взрослых Шиноби, когда ты ещё чакру даже не пробудил, ничто не сравнится». От неприятных воспоминаний, Наруто зажмурил глаза и опустил голову. Словно вернулся в детство, в тот самый переулок. «Это я во всём виноват». Горестно выдохнул Абита, поджав колени к груди и положив на них голову. «Ты ни в чём не виноват. Злая сущность, под названием судьба, посчитала, что мы чересчур особенные и добрыные. Вот и подкинула нам дерьмо в жизнь». «Странно от тебя слышать слово о судьбе. Ты же её в грош не ставил». С улыбкой сказал Абита. «Людям свойственно меняться. И всё же, ты не стал прожжённым злодеем, в отличие от меня. Для меня в этом нет смысла. Стану я злодеем, или же останусь героем. Это не важно для мира, который я хочу покинуть. И тебя не посещает мысль о том, что с твоим уходом этот мир обречён? Будут и другие асуцуки, в разы сильнее Кагуя. Я исполнил пророчество. Теперь я хочу пожить как человек, а не как щит для всего живого. А насчёт других асуцуки, мне плевать. Я обезопасил хвостатых, судьба других меня не интересует. Что ж, раз ты твёрдо решил, значит так тому и быть. Мне остаётся лишь передать тебе все мои знания, относительно Шарингана и Камуя, и попросить прощения за всё то, что я тебе сделал». После этих слов Абита встал с пола, а следом за ним и Наруто. Абита активировал Шаринган, и вогнал Наруто в Гендюцу. Хвостатые не препятствовали этому, ведь слышали весь их разговор, но не спешили встревать. Эта иллюзия была такой же, как и та, что использовал Мадара на Абита, когда объяснял ему план Глаз Луны и учил техникам Рингана. С этой целью и Абита создал эту иллюзию, и начал объяснять принцип работы как обычного Шарингана, так и Мангёки. Научил использовать Камуя. Выяснилось, что с двумя глазами неосезаемость, что даёт право глаз, длится гораздо дольше, а именно 7 минут. Может в теории это не намного больше, но в реальном бою может сыграть важную роль. Перемещение сквозь пространство и в самоизмерение происходит тоже гораздо быстрее, почти мгновенно. Никаких техник на основе Камуя Абита не показал, ведь большую часть его жизни, при нём был только один глаз, поэтому он не успел раскрыть весь потенциал этой уникальной способности. Наруто же пообещал сам себе, что серьёзно возьмётся за этот вопрос. Ещё Наруто узнал, что его глаза не будут слепнуть, даже без регенерации Курамы. А всему виной клетки Хаширамы, из которых состоит его правая рука. Хоть что-то ему дала Кынаха. Для использования Макутана не хватит, но регенерацию Хаширам он себе заимел, что тоже приятно. В иллюзии они пробыли долго, ведь настолько увлеклись тренировками, что потеряли счёт времени. Но Абита пора возвращаться в загробный мир. Нам пора прощаться, на сей раз навсегда. Абита был грустным, ведь хотел побольше побыть с Наруто, да и вообще, побыть живым. Я всегда буду помнить о тебе. Твои глаза будут напоминать мне о твоей боли. Прощай, Абита Учхо. Сказал Наруто, заключая уже исчезающий образ Абиты в крепкие объятия. Прощай, Узумаки Наруто. Удачи тебе в новом мире. Абита и хотел ответить на объятия, но он уже исчез. Наруто молча стоял в своём подсознании, и смотрел на то место, где ещё минуту назад был Абита. Наруто, пора бы тебе возвращаться в реальный мир. Там Арачимару уже волосы на себе рвет, думая, что ты коньки откинул. Ха-ха-ха. Со смешком сказал Курама. И то правда. Нужно возвращаться в Узуше и готовиться к отправке. После этих слов Курама резко прекратил смеяться, что не осталось незамеченным Наруто. Вернувшись в реальность, Наруто столкнулся с перепуганным Арачимару, который склонился над ним, пытаясь разбудить. «Фух, Наруто-кун, как же ты меня напугал!» Выдохнул змей, вытирая поцел лба. Наруто молча поднялся с кровати и надел свою водолазку и плащ. «Извини за беспокойство, Арачимару. Спасибо за операцию, и за то, что кормил и ухаживал за мной, когда я восстанавливался. Может, мы не были столь близки, но я всегда буду помнить о тебе, как о учёном, что опередил своё время. В качестве оплаты за услуги, я тут тебе кое-что прихватил», сказал Наруто, доставая из кармана в плаще небольшой свиток. Сложил несколько печатей, и свиток значительно вырос в размере, до приличного метра, не меньше. Это я нашёл в Узуше. Здесь тайные техники фуин моего клана. Я пробовал в них разобраться, но без наставника это сделать практически нереально, вот я и забросил это дело. Я знал, что ты долго гнался за скрытыми знаниями моего клана, поэтому передаю его тебе. Надеюсь, ты найдёшь им правильное применение, и сможешь в них разобраться. С улыбкой проговорил Наруто, и развернувшись пошёл в направлении выхода. Наруто-кун. Тихо позвал его Рычимару. Спасибо. Наверное, Санин впервые в жизни Кагото так искренне благодарит. Наруто слегка повернул голову назад, усмехнулся и продолжил шагать к выходу. Узуумаки вышел на улицу и вдохнул приятно лесной воздух. Эта лаборатория находится в дремучих лесах стран огня, которые он так любил в детстве. Насладившись немного этим воздухом, Наруто собирался впервые, в реальности, использовать камуя для перемещения на острова, но тут его окликнул голос. Привет, Наруто. Наруто обернулся в направлении до более знакомого голоса и увидел там своего бывшего наставника, а ныне шестого Хакаги, Хатаки Кукаши, который стоял между деревьями. Он был в своём одоянии Хакаги, и хоть здесь он был один, Наруто прекрасно чувствовал присутствие ещё нескольких Шиноби в лесу. Что, пришли захватывать оружие деревня? Силёнок-то хватит. Могли бы Учиху с собой прихватить. С усмешкой сказал Наруто, стараясь выглядеть расслабленным, но внутренне готовился к бою. Находясь столько лет в одиночестве, даже у тебя разыгралась паранойя. Голос Хатаки отдавался горечей и болью, с примесью чувства вины. Такое бывает, когда ты самый разыскиваемый преступник в мире. Его взгляд и голос излучал едкую усмешку. Ты уже не преступник, так что прекращай этот цирк и возвращайся в канаху. Голос Хатаки располагал к себе, да и слова его были искренние, хотя взгляд был твёрдый и не терпящий отказов. Если вы так хотите меня вернуть, то почему те крысы прячутся в лесу? Наруто обвёл рукой весь лес, показывая этим, что давно заметил Шиноби в засаде. Это меры предосторожности. Сакура доложила мне, что ты спровоцировал конфликт. У меня нет шансов против тебя. Послушай, давай вернёмся домой и всё детально обсудим. Всё произошедшее не более чем глупо и недоразумение. Попросил Какаши, при этом его лицо излучало искреннее сожаление и желание помочь, хотя за маской этого было не видно. Какаши Синси, я верю, что вы искренне хотите вернуть меня домой. Наруто, с грустным лицом, опустил взгляд, но тут же поднял голову и с уверенностью посмотрел на Хакаги. Но прошлого уже не вернуть. Я благодарен Канухе за прекрасные деньки, хоть и дерьма было гораздо больше. Вам не удастся вернуть меня живым. Для меня это всё пройденный этап. Можете больше не искать меня, всё равно не найдёте. Передайте всем, что я прощаю их. Кому я? Сказал Наруто, исчезая в чёрной воронке, которая появилась прямо из воздуха. Какаши заметил, в глазницах Наруто, шаринга набита, и его уникальный узор, перед исчезновением последнего. Откуда? Шокированно пробормотал Какаши, уже в пустоту. Узуши Наруто стоял на большом берегу океана. Прохладный морской ветерок приятно развивал его блондинистые волосы. Волны океана ударялись в большие скалы, производя шум, который прорезал эту гнетущую тишину. Наруто просто смотрел на красивый красный закат. Выражение лица было спокойное, но яркие голубые глаза немного отдавали грустью. Как бы ему не было всё равно на этот мир, было непросто прощаться с ним, тем более, когда ты стольким пожертвовал ради его спасения, на нём была найдена его любимая чёрная водолазка, чёрные штаны, перевязанные на лодыжках бинтами, и невысокие сапоги, тоже чёрного цвета. Ну и плащ. Сзади него стояли хвастаты, не хватало только Курамы. Их морды были грустными, ведь они знали, что это прощание. Пора освободить Кураму. Проговорил Наруто, поворачиваясь к друзьям. Узумаки приподнял водолазку, на его руке появился ключ от печати, которому он открыл печать. Используя Камуя, он превратил печать в воронку, из которой начала выходить красная чакра, обретая вид гигантского девятихвостого лиса. От проведённой операции, Наруто пошатнулся, но Курама сразу же подставил свой хвост, напитывая Узумаки чакрой, и залечивая повреждённые каналы чакры. Когда Наруто пришёл в себя, и смог нормально стоять на ногах, он вытянул из-под сумки черепашку Карасуки. — Наруто-сан, вы уже готовы к отправке? — прозвучал роботизированный голос от черепахи. — Готов. — Что нужно для открытия врат в параллельный мир? — спросил Наруто, всё ещё тяжело дыша после извлечения Курамы. — Мне нужна чакра всех биджу. Не меньше половины текущего запаса. — Как по методичке, — ответил Карасуки. — Хорошо. Скоро отправляемся. — Сейчас я хочу попрощаться со своими друзьями. Первым словом взял Шококу. — Молец, я в своей жизни видел немного достойных людей, которых я могу назвать своими друзьями. Но ты особенный. Если деду Лихагорому был для меня отцом, то тебя я могу назвать братом. Я хочу сделать тебе подарок на прощание. Тануки протянул к Наруто свою массивную песчаную лапу, дотрагиваясь когтем к животу Узумаки. С помощью моей уникальной техники проклятой печати, я запечатал в твою СЦ час в бою геном «Магнетизм». Не могу сказать, как ты сможешь его использовать, но я думаю, что ты разберешься в этом. Удачи тебе, Наруто! Наруто-кун. Слово взяла двухвостая огненная кошка, Мататаби. Большую часть нашей жизни нас использовали как оружие. Но только ты смог вернуть времена, когда мы, будучи еще малышами, жили внутри отца. Я благодарна тебе за твою братскую любовь и заботу, и за то, что позволил мне снова соединиться с братьями. Наруто. Обратился к нашему герою Сыбу. Моя стихия-это океан. Так пускай же в новом мире твоя жизнь будет спокойной с близкими, которых, я надеюсь, ты найдешь, а с врагами будь жесток и беспощаден. Я верю в тебя, брат. Ты единственный, кто был с самого начала вежлив с нами. И пускай в детстве у вас с Курамой были недопонимания, это ничего не меняет. Я считаю людей глупее обезьян, но про тебя могу сказать, что ты умнее любой обезьяны на этом свете. Удачи, брат. Сказал царь обезьян, Сунгаку. Наруто. Признаюсь, я не настолько хорошо знаю тебя, как остальные, но я хочу пожелать тебе в новом мире свободы и справедливости, брат. Какуа был не особо разговорчив. Пусть удачи не оставят тебя, брат. Весело пролепетал Саикен. Будь счастлив в новом мире, брат. Сказал Семехвост и Челмей. Я не знаю, что еще тебе сказать. Могу лишь пожелать тебе в новом мире больше поводов для улыбки. Пусть твоя воля будет не сгибаемой, а сила чтобы лишь возрастала. Громко возгласил Гюки. Наруто перевел взгляд на Кураму, ожидая, что тот что-то скажет, но Лис стоял в растерянности. Все же, найдя необходимое слово у себя в голове, Лис начал говорить. Я всегда наблюдал за тобой, всю твою жизнь я наблюдал за тобой через решетки клетки. Я был так зол на весь мир, когда меня заключили в новую тюрьму, что совсем не замечал, как отравлял твою жизнь. Ты рос в одиночестве и ненависти, изгоем. Это я виноват, и глупо с этим спорить. И когда ты признал меня своим другом, существо, из-за которого ты всю жизнь страдал, я снова познал надежду. Наруто, я благодарен тебе за эти 25 лет жизни. Все, что я хочу пожелать тебе, Тиро, найди свой новый путь в уже новом мире. Пообещай мне. Ведь ты не отказываешься от своих слов. Это мой. Путь ниндзя. Наруто уже не мог сдерживать эмоции, только не после слов Курамы. Из его глаз хлынули слезы. Воспоминания о жизни Тайфуном пронеслись в его голове. Жизнь не сладкая. Жизнь в одиночестве, без родителей. И эти его коронные слова, которые он забыл после разочарования в этом мире. Вытеряв слезы, он впервые за долгие 8 лет глянул на хвостатых с фирменной улыбкой в 32 зуба. Он дал сигнал Карасуке готовить печать переноса. Когда земля под черепашкой засветилась зеленым цветом, хвостатые начали передавать в нее свою чакру. «Шукаку, Мататабе, Исабо, Сонгаку, Какуа, Сайкен, Чоуми, Гюки, Курама. Прощайте, братья мои. Вы навсегда останетесь в моем сердце!» Сказал Наруто, и стал в поле печати. Увидев, как силуэт Наруто рассыпается на миллионы мелких частиц света, Курама во второй раз за свою жизнь пустил слезу. Так больно ему было только тогда, когда умирал старик Хагарма и говорил перед ними свои последние слова. Пространство между мирами Наруто оказалось в ярком пространстве, которое осветилось всеми цветами радуги. Земли под ногами он не чувствовал, словно он находился в полете. Наруто-сан, вы сейчас находитесь во вратах мультивселенной. Эти врата объединяют все параллельные миры между собой. «Здесь множество таких миров, которые похожи до вашего привычного мира, но с одним явным отличием, которое изменяет ход событий. Вы можете выбрать, в какой мир вы хотите переместиться, но выбирайте тщательно, ведь это двери в один конец!» Сказал Карасуки, панцирь которого разлетелся на несколько сегментных частей. «А ты можешь сказать, какой мир максимально приближен к реальности?» Спросил Наруто, ведь не хотел утратить свой главный кузырь-знание оригинального хода истории. «Есть один такой. События в нем почти не отличаются от событий вашего мира. Главная его особенность в том, что других Асуцуки, кроме Кагуя, не существует. Там вы после ее запечатывания должны жить мирной, беззаботной жизнью. Кагуя была человеком, принцессой, что возжелала силы божественного древа Шинджу, которое росло для поддержания жизни на планете. Дальше история развивалась привычно вам. Только есть небольшая проблема. Сейчас история в этом мире разворачивается во времена войны между Синджу и Учхо, под предводительством новых глав этих кланов, Синджу Хаширом и Учихи Мадары. Фактически-то вы попадете в прошлое. Хм. Наруто взял минуту на раздумье. А что тут вообще думать? Забрасывай меня в этот мир. Счастливые дороги. Все, что вы почувствуете после прибытия-будто проснулись после долгого сна. После этих слов, Наруто потерял сознание. Неизвестное место мысли Наруто мне это все снилось. А что, если я проснусь, и увижу ехинную морду Курамы? Мне холодно. Сырость. Ветер дует только из одного направления. Я что, в пещере? Кто-то затянул меня в пещеру. Чёртова черепаха сказала, что по ощущениям я просто проснусь. Так почему у меня так болит голова? Я слышу, как трещат ветки. Кто-то развёл костёр? Почему я, чёрт возьми, не могу прийти в сознание? Тело чувствуется, но с небольшими изменениями. Словно помолодел на лет семь. Неужели какие-то побочные эффекты от перемещения? Наконец-то, я начал приходить в себя. Конец мыслей Наруто Узумаки раскрыл глаза, и первое, что он увидел, тире потолок какой-то пещеры, которая едва освещалась от костра. Он счёл странным-то, что он лежал в своей одежде, но без плаща. Неужели кто-то украл, пока он был без сознания? Там же ведь были важные свитки. От осознания этого факта он резко поднялся с места, принимая сидячее положение. После этого действия, он услышал сзади себя испуганный пииск. Повернув голову в направление звука, он увидел лишь испуганные кори глаза, которые смотрели на него с нескрываемым ужасом, и копну коротеньких синих волос. Получше рассмотревся ей чудо, он понял, что это ребёнок, девочка, лет девяти. Она сидела за огромным камнем, что, как она сама думала, защитит её от всех угроз. Он нежно улыбнулся ей, ведь прекрасно знал этот взгляд. Взгляд маленького, загнанного в угол, зверька. Он знал, ведь у самого был такой взгляд в детстве. «Привет!» Он постарался сделать свой голос как можно больше располагающим к себе, чтобы девчушка хоть немного чувствовала себя комфортнее. «Здравствуйте!» Достаточно громко пропищала девочка, из-за чего сразу же снова пала в панику, думая, что незнакомцу не понравится её тон. «Эй, не бойся! Я не причиню тебе вреда! Давай, выходи из своего укрытия!» Попросил Наруто, но это ничего не дало. Тут он вспомнил, что у него в нательном фуин должны были остаться конфеты, которыми он угощал детей в стране Волн, перед встречей с Арчимару. Достав из печати несколько штук, он показал их девочке. «Смотри, что у меня есть! Это очень вкусно! Попробуй!» Узумаки протянул руку поближе к ней. Девочка немного опасливо на него посмотрела. Было понятно, что она боится его. Но всё же, чувство голода и желание поесть сладостей пересилило страх, и она потихоньку начала выходить из укрытия. И тут Наруто предстала картина, которая вызвала в нём чувство ненависти. Девочка была очень грязной, короткие синие волосы были криво острижены, словно их отрезали кунаем. Тело исхудало, будто её нарочно морили голодом. На открытых участках руки виднелись синяки. На самой девочке было длинное зелёное кимоно, если эти лохмоти можно так назвать. Оно было всё в грязи и крови, а в некоторых местах виднелись дырки. Она дрожащими руками выхватила сладость из рук Наруто, и быстро убежала обратно за камень. Девочка принялась в спешке поедать сладости. Наруто сделал вывод, что она очень голодная, ведь в пещере он не нашёл никаких признаков еды. — Можно у тебя спросить твоё имя? — спросил Наруто, не переставая наблюдать за девочкой. — Мегуми. Тихонько пробормотала девочка, не желая отрываться от сладостей. — Красивое имя! — сказал Наруто, при этом ещё раз обводя пещеру взглядом, и тут заметил свой плащ, который лежал у костра. — Это ты его сюда положила? — спросил Наруто, указывая пальцем на плащ. Он был очень мокрый. Растерянно ответила Мегуми. — Спасибо! — с улыбкой сказал Наруто, и взял плащ, начиная что-то искать. Наруто перезапечатал свитки, что там были в нательной фойму и протянул плащ Мегуми. — Держи, ты замёрзла! — сказал Изумке, смотря на подрагивающую девочку. — Ещё бы, на улице сейчас ужасный ливень, а Наруто холод не страшен. Он, как опытный шиноби, способен согревать своё тело, с помощью чакры. Мегуми неуверенно приняла эту одежду, и сразу же укуталась в него почти с головой. Она не понимала почему, но она очень доверяла этому незнакомцу. — Спасибо, незнакомец сын! Неосознанно выпалила девочка, и сразу же испугалась его дальнейшей реакции, но Наруто просто рассмеялся с её обращением. — Можешь звать меня Наруто? — сказал Изумке, вдоволь насмеявшись с её обращением. Он предусмотрительно не сказал свою фамилию, ведь из рассказов хвостатых о временах Сингаку-джедай, он знал важность фамилии, и что её не стоит говорить первому встречному. — Ты голодна? На этот вопрос Мегуми лишь неуверенно кивнула. — Жди здесь, и никуда не уходи. Я скоро вернусь. После этих слов Наруто вышел из пещеры, увидев перед собой огромный лес. В такой местности обязательно найдётся какая-нибудь живность, поэтому Изумке отправился на охоту, чтобы накормить себя и свою новую знакомую. Глава 4. Взгляд, полон одиночества, приятного аппетита. — Возгласил Наруто, отрывая огромный кусок мяса. На охоте удачей улыбнулась Наруто, и он смог поймать среднего размера кабана. Разделочного ножа при себе у него не было, поэтому он воспользовался кунаем. Притащил тушу в пещеру, и зажарил с помощью техники огня. Вышло очень неплохо, в рамках полевых условий. Мегуми хоть всё ещё боялась довериться Наруто, но не чувствовала от него угрозы, а предательский живот очень громко подавал сигналы о том, что не мешало бы его наполнить. Поэтому она откинула все свои страхи и принялась с особой жадностью, присущей людям, которые много времени не видели нормальной еды, отрывать зажаренное мясо и бегом поедать, будто бы ещё одного шанса поесть не будет. Украдкой она наблюдала за реакцией своего нового знакомого, изучая его реакцию на свои действия, но тот просто спокойно наслаждался вкусом мяса. «Я понимаю, что ты, вероятно, давно не ела, но попробуй есть чуточку медленнее, и много не наедаться. Лишь желудок себе испортишь», — сказал Наруто, не отрываясь от вкусного блюда. «Угу!» — пробормотала девочка, и, на удивление, послушала совета Наруто. «Раз уж мы так хорошо сидим, может расскажешь, как я тут оказался? Просто, наверное, у меня что-то с памятью случилось. Вообще ни чёрта не помню». Попросил Наруто, почёсывая затылок. Девочка уже закончила есть, но вся измазалась, и вообще ей не помешало бы помыться. Но вопрос Наруто она замялась отвечать, ей всё ещё было некомфортно. Наруто сделал вывод, что к ней давно по-доброму никто не относился, раз она так панически боится людей. «У меня в свитке есть немного денег. Надо бы купить ей чистую одежду и тазик, чтобы она помылась». «Как странно, это первый человек за долгое время, которому я искренне хочу помочь. Вероятно, я ей даже жизни обязан, хотя это не точно. Надеюсь, здесь примут мои деньги». Размышлял про себя Наруто, и сложил крестообразную печать. Техника теневого клонирования. В пещере, с громким звуком, появилось шесть клонов, отчего девочка снова испугалась и спряталась за камень. Наруто решил не обращать на неё внимания, потом будет думать, как найти к ней подход. Сейчас же важно привести её в нормальный вид. Один остаётся в пещере и охраняет девочку, двое маскируются под камня, истерегут вход в пещеру, а остальные оцепляют периметры в радиусе 300 метров. «Если на вас наткнутся Шинобика Кагота-Клана, и не захотят просто пройти мимо, то вы должны переместить ко мне девочку, с помощью Камуи. Выполнять». Наруто раздал команду своим клонам, и те приступили к выполнению задачи. Оригинал же повернулся к девочке с доброй улыбкой на лице. «Я ненадолго отлучусь, но я позаботился о том, чтобы ты была в безопасности. Просто подожди меня здесь». «Хорошо». Мегуми в ответ просто кивнула. «Отлично. Я скоро вернусь». В его глазах загорелся Мангёки Шаринган, и он исчез в воронке Камуи. «Недалеко от пещеры, понятно. Значит мы на территории клана Сарутаби». Сделал вывод Наруто, ведь прекрасно знал эти символы на доспехах Шиноби. Он сейчас сидел на высоком дереве, и наблюдал за одним из поселений этого клана. Наруто натянул на себя капюшон и постарался максимально скрыть свою чакру, благо теперь это сделать очень просто, без бездомных запасов Курамы, хотя его собственной чакры было тоже немало. Но все-таки Узумаки, хоть и полукровка. Узумаки. Наруто очень сильно хотелось посмотреть на свой клан, но повзрослев, он стал трезво оценивать все варианты и ситуации. Его не примет клан. Полукровка, которых прут пруди по всему свету, так еще и с Шаринганом, что сам по себе отпугивает всех. Также он боялся неизвестности. Слишком мало информации было об этих аловолосых дьяволов. Те крохи, что он смог найти в своем мире, были лишь догадками, без должного подтверждения, и не описывали дух и характер этого клана. Может его клан вообще были кровожадными садистами, ведь недаром их покровителем был сам Шинигами. Он не знал. Но сейчас не время думать об этом. Нужно снять капюшон, чтобы не вызывать подозрений. Наруто снял свой капюшон и направился к воротам поселений. Там его встретили два стражника, с клановыми одеждами на себе. Судя по их внешности, это были два близнеца, с короткими каштановыми волосами и черными глазами. «Стой, путник! Назови свое имя, имя своего рода и цель прибытия в поселение клана Сарутаби!» Сказал один из стражников, останавливая дальнейшие движения нашего героя своей рукой. «Меня зовут Наруто. Я безродный. Во время путешествия у меня закончились припасы, и я решил попытать свою удачу и закупиться в ближайшем поселении». С располагающей улыбкой и спокойным тоном сказал Наруто. «Для безродного у тебя слишком мощная чакра, да и ее запас немаленький, так что можешь не пытаться ее скрыть. Ты нас за дураков держишь!» Выкрикнул уже второй, и достав Катану, что висела у него за спиной, бросился на Наруто, пытаясь разрубить его пополам. Какого же было их удивлений, когда клинок просто прошел сквозь тело Наруто, не нанеся ему даже царапины. «Что за?» Начал второй, но ему не дала закончить нога Наруто, которая впечаталась в грудь этому несчастному, и он полетел на добрых пять метров. Сзади на Наруто напал первый стражник, также пытаясь разрубить его. Клинок снова прошел сквозь тело. «Учхо!» Выкрикнул первый стражник, увидев в глазах Наруто узор Мангёки Шарингана. «Гиндюцу!» «Мангёки Шаринган!» Наруто отправил стражника в долгий и прекрасный сон. Тот, кого Наруто ударил в грудь, поднялся на ноги. Видок у него был не очень, тяжело дышал и держался за грудную клетку. Вероятно, Наруто не рассчитал сил и проломил бедняге грудь. Он уже хотел нападать на Наруто, но перед ним, из ниоткуда, появились трое шиноби. Внешность двух из них не была примечательна, но их лидер Тире – это другое дело. Стандартные доспехи шиноби этих времен – остроконечные коричневые волосы, что стояли дыбом, на голове Хапули с символом клана, а на лице зеленый раскрас в виде линий. Что Учхо делает на территории клана Сарутаби? Обратился к Наруто их лидер, который, как он понял, был нынешним главой клана. «Для меня Учихи никто, как и я для них. Я лишь просто пришел, чтобы купить провиант». Безэмоциональным тоном ответил Наруто. Лидер Сарутаби просто стоял и хмуро смотрел на Узумаки, выискивая хоть какие-то признаки лжи в его словах. «Меня зовут Саски Сарутаби, и я глава клана Сарутаби. Я позволю тебе купить все необходимое, но при условии, что к тебе будет приставлено наблюдение, и после ты покинешь это поселение. Я согласен». Сказал Наруто, а Саски махнул рукой, и его стражники пристроились за Наруто, сопровождая его в поселении. Бланедин с Шаринганом, а от чакры чувствуется энергия Узумаки. Да еще и странная техника неосвязаемости. Интересный персонаж. Ну сколько интересный, столько и опасный. Надо будет сообщить в кланы Узумаки и Учиха о нем. Может так удастся наладить отношения с одними из них. Размышлял про себя Саски, провожая Бланедина взглядом. Несколько часов спустя Наруто уже направлялся обратно к пещере. Он сдержал свое слово, отчего сопровождающие, да и сам глава Сарут и Би, выдохнули с облегчением. Он уже тысячу раз пожалел о том, что не сдержался и использовал Шаринган. Наруто не мог себе представить, как отреагирует Мадара на то, что по свету бродит непонятный человек силой его клана. Поэтому он решил быть теперь более осторожным, и не светить додюцу направо и налево. Отойдя на приличное расстояние от поселения и просканировав местность на наличие людей, Наруто исчез в Камуе. Появился он прямо в пещере и увидел очень увлекательную и шокирующую картину. Мегуми сидела под присмотром клона и игралась с обычными белыми листиками бумаги. Казалось, что же тут странного? А то, что она искусно складывала оригами? Без рук. Наруто отчетливо чувствовал чакру, значит она тоже шиноби и использует бумажные техники. Тут он и вспомнил одного человека. Стоп. Синие волосы, карие глаза, бумажные техники. Я опробовал в этом мире дня, а уже повстречал прабабку или бабушку Канан. Да уж, вот же блять приплыл. Мысленно сокрушался Наруто, хотя внешне своего недовольства не показывал. Мысленной командой он развеял клонов, отчего Мегуми испуганно посмотрела на него, и только сейчас поняла, что продемонстрировала при нем свою силу. Значит ты тоже шиноби? Задал вопрос Наруто, глядя на нее безэмоциональным взглядом, отчего у девочки на глазах выступили слезы. Она рывком оказалась возле Наруто, схватила его за руку, и сильно прижалась к ней. — Прошу вас, господин шиноби, не сделайте мне больно. Я же вижу, что вы умный и справедливый человек, я ничего не сделала. Сквозь реки слез проговорила девочка, уткнувшись лицом в его предплечье. Жестокий мир шиноби ломает судьбы несчастных детей. Наруто знал это, как никто другой, ведь на своей шкуре прочувствовал все прелести бытия. Ему было всего несколько часов, как его уже сделали главным оружием деревни. Но он отдавал себе отчет, что времена Сингаку-джидай были куда хуже. Мальчиков уже с шести лет отправляли сражаться насмерть против взрослых мужиков. Судьбы же талантливых кунаичей были куда хуже смерти. Наруто уже примерно представлял через что пришлось пройти его новой знакомой, но хотел услышать историю из ее уст. Сам того не понимая, он снова открыл незажившую рану на сердце девятилетней девочки. Взяв свои чувства под контроль, он свободной рукой погладил ее по коротеньким синим волосам. Мегуми же испытывала противоречивые чувства. С одной стороны, она боялась таких людей, как Наруто, ведь они, обычно, причиняют наибольшую боль, но с другой стороны, она чувствовала, что этот непонятный незнакомец-стер и единственный, кто сможет ее защитить. Когда его рука коснулась ее головы, она резко прекратила всхлипывать и затаила дыхание в ожидании дальнейших действий. Но когда Наруто начал ее успокаивающе гладить, она совсем потерялась. Как в таком грозном шинобе может умещаться столько доброе сострадание, особенно к таким, как она? Она не понимала этого. Мегуми, я же пообещал, что не причиню тебе вреда. Ты травмированный ребенок, и я хочу помочь тебе, но для этого ты должна мне доверять. Ты справишься с этим? В то время, как Наруто это говорил, он легонько оторвал ее от своей руки, присел возле нее на одно колено, взял обоими ладонями ее лицо, и большими пальцами вытер слезы с ее глаз. На его слова она ответила робким кивком. Хорошо. Я тебе купил новую чистую одежду, а также тазик с мылом, чтобы ты могла помыться. Я сейчас все приготовлю, и выйду, чтобы тебе не мешать. Как только ты справишься со своими делами, позовешь меня. Хорошо. И снова в ответ он получил кивок. Наруто встал, достал нужный свиток, и распечатал достаточно большой тазик, в котором даже взрослый сможет помыться. Суетан – поток воды. Используя эту технику, он наполнил тазик так, чтобы Мегуме было комфортно мыться. Катон – обжигающее пламя. С помощью этой техники, он подогрел воду в тазике до необходимой температуры, чтобы нежная кожа девочки не пострадала. Распечатав мыло красивое кимоно красного цвета, Наруто вышел из пещеры, оставляя на входе стражу, в виде двух клонов. Остальных же четыре, которых он создал, отправил на разведку местности, с приоритетной задачей найти водоем, в котором можно искупаться, и источник, из которого можно набрать воды. Спустя полчаса один из клонов развеялся, передавая Наруто информацию о том, что он нашел озеро. Пока Мегуме приводила себя в порядок, он решил заняться этим же, поэтому направился к находке. Осмотревая местность вокруг себя, Наруто вспомнил это озеро. Оно находилось недалеко от города Танзаку, где они с Джирайей искали Цунади. Значит он сейчас находится на территории Страна огня, что в принципе и так было понятно, по расположению клана Сарутаби, но все же теперь выстраивалась более цельная картина происходящего. Наруто снял с себя плащ и принялся стягивать водолазку. Но тут его будто молния шибанула. «Это еще что за херня?» Прошептал Наруто, детально осматривая свой божественный торс, который заставит любую девушку преклонить колено перед ним. Весь торс был покрыт проклятой печатью, которая напоминала рисунки. Шукаку. Вот же я надпаршивый. От осознания того, что сделал его однохвостый друг, Наруто начал истерично хохотать. «Силу-то мне подарил, но не сказал чертяка, что она дает побочные эффекты на внешку». «Хммм, это открывает простор для фантазии. Я как раз видел в поселении Сарутаби небольшую кузницу, думаю стоит заглянуть туда. Но это потом. А так, то я даже не против проклятой печати. Давно хотел себе татуировку, хих. Наруто полностью оголился и начал медленно заходить в воду, совершенно не представляя, что этим действием и своим до безумия идеальным телом почти свел с ума одну очень впечатлительную особу. «Недалеко от озера эти клановые дела сводят меня с ума. И как ты все это выдерживаешь? А? Старшая сестра?» Усталым голосом спросил красноволосый юноша, который был одет в длинное боевое красное кимоно, с широким черным поясом, с правого бока которого висела длинная катана, а рядом с ней небольшой вахидзаси. Выражение лица этого юноши было предельно серьезное, хотя рядом со своей хмурой сестрой он мог себе позволить ребячество. «Длинные красные волосы были заплетены в высокий хвост, а ониксовые зрачки вели усталостью. Из-за мусан, ты должен терпеть. Ты единственный наследник старшей семьи клана Узумаки, поэтому в будущем ты должен готовиться стать главой». Спокойным тоном сказала рядом идущая молодая девушка. Одета она была в мешковатое белое кимоно, с большим зеленым поясом. Ее длинные красные волосы были заплетены в две большие гульки, которые держались иголками с листками, на которых была непонятная печать, а длинная челка держалась тремя золотыми заколками. На макушке у нее была найдета какая-то корона, на лбу красовался странный ромбрик черного цвета, а ониксовые зрачки вели холодом ко всему вокруг. «Мита, я все прекрасно помню и понимаю, просто так это геморрно. Мне же только шестнадцать». Устало выдохнуло изму. «А о тебе я особенно беспокоюсь. Как ты можешь терпеть, когда тебя выставляют как товар этому дураку хаширами?» «Ради клана я сделаю все». Решительно высказалась Мита. «Почему ты не хочешь понять, что даже союз с Синджу ситуацию кардинально не изменит?» «Ну да, эти бесячие хазуки перестанут доставать. Но лучше уж воевать с шайкой водяных, которые хотят заселиться на наших островах, чем быть втянутыми в конфликт сучха». «Кто сильнее, хазуки и лючиха?» «Можешь не отвечать». Этот вопрос риторический и к тому же очень глупый. Разложил все по полкам изму. «Ты помнишь уговор? Если в течение трех лет я не влюблюсь ни в кого, то этому браку быть. И я исполню обещания, данные отцу». «Осталось еще два с половиной года». Спокойным тоном ответила Мита. «Да-то я думаю, что при каждой нашей дружеской встрече он пожирает тебя глазами». «Береререререр, мерзкий тип». В отвращении скривил лицо изму. «Ты думаешь, я не замечаю этого? Или его ухаживаний? И что? Что-то есть? Ни капли. Он, конечно, добрый парень, и все дела, но я к нему ничего не чувствую. Понимаешь, когда тебя воспитывают как хими, и все парни, буквально, кланяются тебе, это вызывает скуку. Несмотря на похотливые взгляды Хаширомы, он тоже относится ко мне как к принцессе. А я ищу такого парня, который знает, что хочет от жизни. Крутого, красивого, сильного, мужественного, который без всяких сомнений овладеет мной, который не будет бегать предо мной на носочках, а заставит меня делать это перед ним». Во время разговора, в гордой и безэмоциональной химикланы у Зумы Кини на шутку разыгралась фантазия, отчего она мечтательно закрыла глаза и покусывала нижнюю губу. «Не могу поверить, что моя сестра скрыта из вращенка». «Ха-ха-ха». Истерично рассмеялся Изуму от настолько откровенных фантазий сёстры. «Я что?» сказала это вслух. Мысленно ругала себя Мита, а её лицо, от смущения, уже ничем не отличалось от её волос. По правде, не только от смущения, ведь её фантазия успела улететь куда дальше её слов. «А что тут такого?» Ей уже восемнадцать. Её уже созревшее, но всё ещё девственное тело нуждалось в ласке, сколько бы она ни нацепила на себя масок гордых хими. Ей просто необходимо вернуться в нормальное состояние, или хотя бы умыться холодной водой, чтобы охладить своё разгорячившееся тело. «Здесь недалеко есть озеро, я пойду умоюсь. Подожди меня, пожалуйста, тут». После этих слов, Мита рванула в направлении озера. «Минуту спустя, чёртовы кустарники!» «Где вы только взялись здесь?» ругалась вслух Мита, пробираясь через заросли. «Вух!» «Как же жарко!» выдохнула Мита, наконец справившись над оёдливыми растениями. «Надо срочно умыться!» «Ах!» И тут её глазам предстала картина, которая ещё очень долго будет преследовать её во снах. Голубоглазый блондин, с колючими взъерошенными волосами и тремя парами усиков на щеках, грациозным движением, словно в замедленной съёмке, стягивал чёрную водолазку со своей слегка бледноватой кожи, открывая взор на удивительный вообразный торс. Широкие грудные мышцы перетекали в узкую талию, с явно выделяющимися шестью кубиками пресса и косыми мышцами. Каждый его мускул выделялся, словно это был не живой человек, а мастерски нарисованная картина. Весь торс был покрыт шрамами, было ясно, что этот парень закалён войной. В перемешку со шрамами, его тело также покрывали странные линии синего цвета. Такие знаки узумаки часто используют в джуинах. Мита, у которой краска с лица уже перетекла на плечи и грудь, продолжала дальше нагло пожрать взглядом этого ангела, в человеческом обличии. Теперь её взгляд перешёл на плечи и руки этого божества. Бицепсы и предплечья не выделялись большим размером, но каждая мышца и каждое сухожилие было твёрже и прочнее стального каната, а плечи были довольно широкими. Её личный бог, которому она будет поклоняться всю оставшуюся жизнь, с явным удивлением рассматривал знаки на своём теле. Отчего-то он сильно рассмеялся, демонстрируя Мита свои идеально ровные зубы и клыки, которые были нетипично длинными, как для обычного человека. Но она уже поняла, что он не из мира сего. Находясь на пике возбуждения, в голове Мита начали всплывать образы того, как он нежно прикусывает этими клыками её молочную шею, когда они соединены в безумном танце любви. Она могла бы вечно наслаждаться этим идеалом мужской красоты, о которой всем мужчинам можно только мечтать, пока он не начал снимать свои штаны. У Мита из носа потекла маленькая струйка крови, а сама девушка в безумном темпе умчалась к своему брату. Я иду в узыше. Это всё, что услышал из ему, когда эта фурия пронеслась возле него на сверхзвуковой скорости. Двадцать минут спустя Наруто уже успел помыться, и, натянув на себя только брюки, уселся на берег озера. Его мысли постоянно возвращались к хвостатым. Как они там без него? Он хотел отправиться на поиски хвостатых в этом мире, но отдавал себе отчёт о том, что здесь не его друзья. Сейчас они озлоблены и на людей, а значит ему придётся нелегко в налаживании контактов с ними. Он загорелся желанием найти хотя бы их место расположения по чакре с помощью режима отшельника. Благо, он долго готовился к отправке в иной мир, поэтому решительно занялся детальным изучением Синдюцу. Не Синдюцу шести путей, а простого режима отшельника, ведь с утратой силы хвостатых, с режимом мудреца шести путей ему пришлось распрощаться. Поэтому сейчас у него в арсенале остался лишь один режим. Так вот, результатом изучения режима отшельника было то, что Наруто теперь мог держать этот режим более получаса, а сама природная энергия накапливалась намного быстрее. Теперь Наруто мог оставлять пять клонов, чтобы накапливать природную энергию и еще пять использовать в бою. Согласитесь, нехило такой прогресс. Наруто сел в позу лотоса и начал впитывать природную энергию. Узумаки сразу же заметил определенные трудности в этом процессе. Здешняя природная чакра хоть и не сильно, но отличалась от чакры в его мире, поэтому Наруто еще стоит привыкнуть к ней. И вот, спустя минуту, Наруто смог скопить достаточной энергии для активации режима отшельника. Узумаки сконцентрировался, чтобы подключить Сенсорико режима отшельника, но у него ничего не выходило. Наруто проверил ощущение своего тела. Природная энергия вплелась в очаг, значит все должно быть нормально, но его не покидало чувство, будто что-то не хватает. Блондин резко подорвался с места и посмотрел на свое отражение в воде. Какого, мать вашу? Почему я не вошел в обличие отшельника? Хотя, может при перемещении, мой контракт с жабами был разорван. Все же, я не просто в другом измерении нахожусь, а вообще в другой вселенной. Значит, чтобы обрести облик отшельника, мне нужно заключить контракт. Ладно, это подождет. Пора возвращаться в пещеру, и выслушать историю Мегуми. Пещера Мегуми уже привела себя в порядок. Стоит признать, что в чистом виде она выглядит очень красивой. Волосы, которые из-за грязи были чуть ли не фиолетовыми, стали светло-синими, почти голубыми, только надо было еще аккуратненько подстричь их. Светлая кожа, милые черты лица. Новое кимоно красного цвета хорошо контрастировалось с ее кайрями глазами и волосами. После импровизированной ванны она сидела и грелась у костра. Когда Наруто зашел в пещеру, Мегуми бросила на него опасливый взгляд, но все же было видно, что она уже не боится его. Наруто ничего не сказал, а просто сил костра недалеко от нее, смотря на красные языки пламени. Но Узумаки решил не затягивать с паузой, поэтому взял слово, «Как ты думаешь, все люди умеют держать свое слово». Мегуми не ожидала такого вопроса, ведь думала, что он будет расспрашивать ее о прошлом. Несмотря на свой небольшой возраст, Мегуми была не из глупых детей, ведь это было обусловлено ее происхождением, и тем, что ей пришлось рано повзрослеть. «Все, кого я когда-то знала, не держали свое слово», — ответила Мегуми, положив голову на коленки. «Ясно». Я предполагал таков ответ. «Но как ты думаешь, честность помогает людям понять друг друга?» Снова спросил Наруто, не отрывая взгляд от костра. «Я думаю, честность помогает людям доверять». «Хих, а ты у нас умная не по годам. Я ведь не в пещере лежал, да, смотрю, что ты тут живешь уже давно. Я нашла вас в лесу. Вы появились, буквально, из ниоткуда. Шел очень сильный дождь, и чтобы вы не простудились, я тащил вас в пещеру». «Ясно». Слегка улыбнулся Наруто. «Ты очень добрый ребенок». «А раз честность поможет тебе доверять мне, я расскажу свою историю». «Дело в том, что я не из этого мира». Мегуми в шоке посмотрела на Наруто. «То есть вы инопланетянин?» Вскрикнула девочка. «Не кричи ты так. Нет, я простой человек, только перенесся в альтернативную Вселенную, с помощью пространственно-временной техники. Если тебе легче будет понять это, то я из будущего, ведь в моем мире, я жил спустя десятки лет после нынешних событий. Почему вы рассказываете это мне? И то самое понятное дело, что никому не расскажу, но это могут узнать, если меня поймают, и вытянут пытками легендюцу». Непонимающе спросил Мегуми. «И что с того? Я уверен, что смогу за себя постоять. И я хочу заслужить твое доверие, поэтому рассказал. Почему именно я? Ты похожа на меня в детстве». Сказал Наруто, а Мегуми снова удивленно углянула на него. «Я знаю этот взгляд. Взгляд, полон одиночества. Каждый гребанный день, я видел этот взгляд в отражении зеркала. Знаешь, как говорят, самые одинокие люди-самые добрые, самые грустные люди-самые веселые, самые несчастные люди-самые мудрые. Так вот, все три случая терапора меня. Родителей я потерял, когда мне было несколько часов, и всю жизнь жил один. Это заставляло меня грустить, а грусть я прятал за маской весельчака. Да так заигрался, что сам начал верить в свою роль. Но потом, когда оказалось, что все это было бессмысленно, ко мне и пришла мудрость. Я не заставляю тебя рассказывать мне свою историю, но ты должна понять, что отныне ты не одна. Я обязан тебе жизнью, и всегда приду на помощь. Слушая слово Наруто, Мегуми задумалась. Она и представить не могла, что такой сильный Шиноби всю жизнь так страдал. Он такой же, как и она. Несмотря на удары судьбы, он остался очень добрым. Если не ему довериться, то кому еще? Моя история, на самом деле, не настолько трагичная, как может показаться на первый взгляд. С самого детства, я жила в полноценной любящей семье. Мой род был правящим в небольшой стране на континенте террая стране бумаги. Отец был дамю этой страны, а я была принцессой. Мы отличались от многих правящих семей, ведь были обучены искусству Шиноби. В нашей семье, из поколения в поколение, передавались бумажные техники. Нет, это не Кикигинкой, как можно показаться на первый взгляд. Я не способна создавать бумагу, только управлять ее. Меня этому начала обучать моя мама, пока не настал тот трагичный день. Власть в стране, и путем военного переворота, захватил сводный брат моего отца, который был ставленником до имя Страны Ветра. Он стал феодалом Страны Ветра, и Страна Бумаги прекратила свое существование. Во время переворота, моего отца жестоко убили, но перед этим, он успел отправить меня с мамой к его друзьям из клана Саншоу, в Страну Дождя. Но... мы не успели туда добраться. После этих слов, тело Мегуми начало дрожать, а на глазах выступили слезы. Наруто понял, что эта тема больная для нее, поэтому подсел поближе к девочке, и легонько прижал ее к своей груди. Почувствовав давно забытое тепло, девочка решилась продолжить. Нас с мамой перехватила банда наемников. Мама пыталась отбиться от них своими бумажными техниками, но их было банально больше. Они повесили на нас странные кандалы, которые напрочь заблокировали доступ к чакре. Это был ад. Меня нередко трогали, но они часто уводили куда-то маму, и она возвращалась измученной и побитой. В конце концов, Мегуми сильнее прижалась к Наруто, и уже говорила сквозь рыдание. Она покончила с собой. Бумагой перекрыла себе дыхательные пути, прямо у меня на глазах. Последними ее словами были «Я люблю тебя, Мегуми». Теперь у девочки началась настоящая истерика. После ухода из Канохи, Наруто решил подучить лечебные техники. Так, чисто для улучшения контроля чакры. Спустя четыре года, ему все же покорился Шасен. Вот и пригодились эти знания. Он положил свою грубую ладонь на голову Мегуми, и она засветилась зеленым свечением. Наруто начал медленно пропускать лечебную чакру по нервной системе девочки, этим самым успокаивая ее. Спустя несколько минут, она смогла продолжить свой рассказ. Когда мама умерла, меня начали очень часто бить и заставлять делать всякую работу для них. Готовить я не умела, но убираться и стирать могла. Но потом пришли они. Поначалу я испугалась их, видя с какой жестокостью они расправлялись с бандитами. Я думала, что они меня убьют, но этого не случилось. Наоборот, они отпустили меня, сняли кандалы и даже накормили. Я не видела их лиц, но что мне запомнилось, так это их красные волосы. Будто вся кровь, которую они пролили здесь, впиталась в их длинные пышные волосы. Приведя меня в порядок, они быстро потеряли ко мне интерес, когда из подвала вывели около десятка женщин и детей, и все тоже были с красными волосами. Вернув себе самообладание, я быстро убежала с этого места. Бежала я долго, около трех дней, пытаясь не попадаться никому на глаза. Потом я нашла эту пещеру. Есть очень хотелось, поэтому я искала в лесу съедобные ягоды и грибы, благо папа с ранних лет занимался моим образованием, поэтому я и умею их различать. Так я прожила здесь около двух недель, пока не нашла вас. Все время ее рассказа Наруто поглаживал ее по голове, другой рукой приобнимая ее. Мегуми было так хорошо от этого тепла, что она невольно вспомнила свою семью. Раз он пришел из будущего и появился именно здесь, может родители на том свете попросили ками, чтобы он попал именно к ней? Она хотела в это верить. Мама, папа, спасибо вам за все. Подумала про себя Мегуми, пока с ее глаз снова и подали прозрачные бусинки слез. Значит, это были узумуки. Не думал, что мой клант такой благородный. Даже гордостью немного повеяло. Размышлял про себя Наруто, продолжая гладить девочку по голове. Да уж, нелегкая у тебя жизнь, мягко говоря. Знаешь, один мой знакомый сказал, что я не смогу понять тех, кто потерял семью, ведь сам я ее никогда не имел. Только спустя много лет я понял, что он был прав. Я не могу понять тебя и не могу разделить твою боль, но я сделаю все возможное, чтобы дать тебе свою поддержку и защитить. Наруто-сан, скажите, пожалуйста, а там, и в будущем, были еще люди, которые владели бумажными техниками? Робко спросила Мегуми. Я знал одного такого человека. Кстати, она очень похожа на тебя. Тоже ребенок со скалеченной судьбой, но она до последних своих мгновений хотела добиться мира и процветания. Просто я тогда был преисполнен наивной целью добиться мира путем дружбы, и мы встретились на поле боя, но по разной стороны. В итоге, что она, что я, были неправы. Чтобы добиться мира, нужно изменить природу человека, а это невозможно. Люди алчные, жестокие, жадные. Человек понимает лишь язык силы и страха, и только такие, как мы, это понимаем. Добиться тотального мира можно лишь путем тотальной войны. В будущем будет четыре мировые войны, но самое кровавое из них положит начало к мирному сосуществованию. Сейчас период клановых войн, и в этом периоде нужно научиться выживать, поэтому я беру тебя в ученики. Ура! Впервые с момента их встречи Мегуми выглядела такой радостной. Еще бы, такой крутой и сильный ниндзя сам берет тебя в ученики. Это предложение, от которого нельзя отказаться, Наруто Сен-Си, а с какой целью вы пришли в этот мир? Чтобы обрести покой. Глава 5. Где наш дом? Наруто Сен-Си, разве нужно было вставать в такую рань? Спросила Мегуми, протирая сонные глазки. Настоящие шиноби, или кунаичи, должны уметь просыпаться в любое время и бодрствовать столько, сколько нужно. Базовые упражнения тире прогоняют чакры по всему телу. Строгим тоном сказал Наруто. Весь его вид источал силу и серьезность. Руки, скрещенные на груди, блондинистая колючая шевелюра развивалась на легком утреннем ветерке, а холодные голубые глаза будто смотрели в саму душу. Зачем это? Спросила девочка, яростно пытаясь подавить зевок. Эх, ты вообще знаешь теорию чакры. Мегуми неуверенно мотнула головой. Значит использовать ее можешь, но ничего о ней не знаешь? Девочка лишь растеряна пожала плечами. Да уж, над теорией и дисциплиной еще работать и работать. Но ничего, скоро наверстаем. Чакра состоит из двух основ, духовная энергия и физическая. Духовная энергия тире это твой ум и опыт, физическая тире и сила твоего тела. Соедини эти две составляющие в равных пропорциях, на выходе ты получаешь чакру. Сама чакра это никакое не эфемерное нечто, ее легко можно увидеть, потрогать и придавать ей форму. Вот смотри. Сказал Наруто, и в его руке образовался крутящийся шар голубого цвета. Это Росинган. Техника, состоящая из чистой чакры с измененной формой. Яркий пример того, что чакра это физическое понятие. Ого! Синси, а научите меня этой технике? Веселым тоном спросил о Мегуме, поражаясь силой своего Синси. Всему свое время. А теперь проведем небольшую разминку и потренируем контроль чакры. Наруто убрал технику и начал объяснять ей план тренировки. Несколько часов спустя. Пещера Синси, выезд вверх. Устало пробормотала Мегуме, уже валяясь возле костра в пещере после изнурительной тренировки. Без труда не вытащить рыбу из пруда. Запомни эту мудрость, Мегуме. Какой бы талантливой шиноби ни был, без тренировок он ничего не добьется. Сказал Наруто, доставая из-под сумка флягу с водой и отпивая с безмятежной улыбкой. Синси, а у вас был учитель? Заинтересованно спросила девочка, не обращая внимания на усталость. Улыбку с лица Наруто сразу же смело, и он с грустным лицом уставился в пол пещеры. Был. У меня был самый лучший учитель из всех, кого только можно пожелать. Сказал Наруто, подавляя подступающие слезы. Перед его глазами, за секунду, пронеслись все три года путешествия с Джирай. Мегуме, видя к чему привел ее вопрос, на трясущихся от усталости руках и ногах, подползла к Наруто и обняла его за шею. Этого заимела свой эффект и Наруто немного успокоился, потрепав малышку по волосам. Ладно, ты давай, отдыхай. Как только усталость спадет, мы двинемся в путь. Сказал Наруто, протирая свои раскрасневшиеся глаза. Мегуме от этого немного стушевалась. А куда мы идем? Я решил, что мы будем путешествовать по миру. Это и тебе будет полезно, повидаешь мир, я научу тебя правилам выживания. И к тому же, не сидеть же всю жизнь в пещере. Да и деньги нам нужны. Объяснял ей Наруто, но девочка будто не слышала его. Ее испуганный взгляд устремился в лес, что виднелся из входа в пещеру. Синси, мне страшно. Вдруг кто-то снова захочет причинить мне боль? Спросила Мегуме, уже сама готовясь расплакаться. Эй, ты помнишь, что я тебе обещал? Узумы к легонько приподнял девочку за подбородок, заставляя ее посмотреть ему в лицо. Я защищу тебя. Нечего бояться, просто доверься мне. Мегуме неуверенно кивнула. А теперь отдохни. Через пять часов выходим. Спустя несколько часов Мегуме грустным взглядом озиралась на пещеру. Это место, где она почувствовала безопасность, где ей никто не навредит, где она нашла первого, после родителей, дорогого себе человека. Это место навсегда осталось в ее сердце, и она пообещала себе в один прекрасный момент вернуться сюда. Наруто, видя, как учениться тяжело, лишь ласково погладил ее по голове. Запомни это место. Но если ты его полюбила, то должна отпустить. Взгляни вперед и опусти прошлое. Сказал Наруто, убирая руку с ее головы. А у вас есть место, которое вы можете назвать домом? Спросила Мегуме, все еще мысленно прощаясь с этим лесом. Во время тренировок с Джерай, после создания Рассенсюрикена, он задал этот вопрос своему учителю. Своему учителю я задавал тот же вопрос. Он ответил мне, место, где думают о тебе, и есть твоим домом. Так что, у нас с тобой пока нет своего дома. Или есть? Страна водоворотов, неизвестный узумок и блондин. Заинтересованно спросила красноволосая женщина божественной красоты, разливая перед собравшимся были заплетены в косу, белое лицо не имело ни одной морщинки, хотя в глазах читала зрелость. Так мне его описал Саски. Пожал плечами немолодый мужчина. Его длинные красные волосы местами покрывались сединой, хотя его комплекция позволяла еще давать фору молодым. Что скажешь, дорогой? Спросила та же женщина, но уже обращаясь к другому мужчине, что восседал во главе стола. Весь его вид излучал человек многое повидал в своей жизни. Белоснежные волосы и пышная борода придавали ему небывалой мудрости, а прямая осанька и гордость тюре непоколебимой воли. Что тут скажешь, Кацуми, мало ли кто это может быть. Когда узумаки еще были увязаны в войны, очень много кто заводил романы с девушками из континента. Ой, помню историю. Кхе-кхе. В просторной гостиной повеяло жутким холодом, который, ни с того, ни с сего, начал исходить от единственной особой женского пола. Резко тонутого мужчины сменился с веселого на растерянный, когда он увидел состояние своей любимой женщины. Чтобы вернуть себе уверенность, он прокашлялся пару раз и прекратил трепаться о своих юношеских похождениях, не желая провести остаток жизни в инвалидной коляске. Так вот, после всего этого осталось очень много полукровок. Может, Саски наткнулся на одного из них. В принципе, имеет место быть. Вот только если бы это был очередной типичный полукровка, он бы так не заинтересовал знаменитого прыгуна Саски. Он отмечал, что этот парень обладает невиданной ранее силой. А Шина, если все это правда, то он нам нужен. Если такой сильный Шиноби появится в нашем клане, нам не придется прогибаться под Синджу. На все Исао прекрати так говорить о наших союзниках и дальних родственниках. В гневе выкрикнула Шина, ударяя ладонью по столу, отчего вся посуда перевернулась, а Кацуми испуганно пискнула и решила не мешаться в спор двух мужчин. Если бы стол не был укреплен печатью, то он бы разлетелся по всему острову. Я говорю только правду, и от этого ты бесишься. Ты думаешь, раз ты такой слепой, то и другие ослепнут. Сначала они обяжут нас союзным договором, обязательно скромным союзом между кланами, потом попросят вступить в войну сучха, а потом и поглотят наш клан к чертям собачьим. Ашина, пойми ты уже. Наш клан сейчас не тот, что был во времена нашей молодости. Мы сильно ослабли, и чтобы не потерять влияние мы должны взвешенно принимать решение. Этот человек - наш шанс поднять клан из колена снова заставить учих и Синджу считаться с нами спокойным тоном, лишь с небольшими порывами эмоций, проговорил Исао. Ашина обреченно рухнул на стул. Он понимал, что Исао был прав. В клане Узумаки давно уже не рождалось талантливых шиноби, а древние знания обучения Тадзюцу и Ниндзюцу исчезли. Все, на что могли надеяться нынешние шиноби и Ниндзюцу. Да, эти два искусства шиноби были очень сильно развиты в клане, но на этом далеко не уедешь. Правда ли, что союзом с Синджу он лишь сильнее загонял клан в пропасть? Он не знал. Или может не хотел знать? Может он видел в этом свою последнюю надежду, и отчаянно цеплялся за нее, не видя других вариантов? Пора, наконец, прислушаться к младшему брату. До окончательного ответа Мита о браке с Хаширом и осталось чуть больше двух лет. Я даю тебе год на поиски этого блондина. Бери столько людей, сколько нужно. Если у тебя не получится его найти, или он откажет присоединиться к клану, я пойду на союз с Синджу. Сказал свое окончательное слово Ашина. Ценю твою благоразумность, старший брат. Сказал Исаа, буквально, выскакивая из дома, чтобы подготовить поисковую что не единственный заинтересовался таинственным блондином. Клан Учхо, что скажешь, старший брат? Спросил очень молодой юноша с остроконечными и сине-черными волосами, которые были завязаны в низкий хвост. Челка расходилась по центру лица, обрамляя его. Носитель нашего Дадюцу, и не в нашем клане. Джарасан, разве такое бывало когда-то? Спросил тот, кого в будущем будут величать богом Шинаби, Учхо Мадара. Такое бывало иногда, когда вне клана оставались бастарды. Чтобы сохранить чистоту крови, многих мужчин сильно обязывали вступать в браки с нелюбимыми женщинами из клана Учхо. Но когда они почувствовали свободу, многие находили свою любовь за пределами клана. Традиции и правила запрещали им вступать с ними в брак, поэтому большинство из этих связей было лишь на одну ночь. Но даже после одной ночи может появиться ребенок. Ответил очень старый мужчина, поглаживая свою седую бороду. Это был старейшина клана, Джиручхо. И как наши предки поступали с этими детьми? Спросил Мадара, ведь он только начал вникать в тонкости бытия главы клана. Ну, это зависит от самого человека. Некоторых принимали в клан, но если кто-то не хотел этого, то заключали кровный договор, что обязывает этого человека не использовать силу шаринга напротив учих. Не выдрой же глаза несчастному дитю, который невиновен в том, что отец вовремя не вынул. Простите за мою бестактность. Поспешил извиниться за свои слова старик. Ничего страшного со всеми бывает. Ответил Мадара о чем-то про себя размышляя. Что будешь делать, старший брат? Снова спросил Зуна, отчего Мадара сделал еще более задумчивый вид. Раз глава Сарутаби в своем листе подчеркнул, что этот блондин обладает мангёки, значит он, как минимум, находится на нашем уровне. С таким будет очень сложно договориться. Что ж, вот мое решение. И Зуна, собери достаточно сильных людей и отправляйся на его поиски. Только не бери людей с мангёки, если не удастся избежать столкновения, а правильно жертвовать ими. Если он не согласится вступить в клан Учиха, ни в коем случае не вступать с ним в конфликт. Сразу же отходите. Ты меня понял? Мадара выразительно глянул на брата. Понял. Кивнул Зуна и поспешил выполнять приказ главы клана. Вскоре Джиро тоже поспешил уйти из палатки Мадары. Когда глава клана остался в одиночестве, он бросил свой холодный взгляд на ящик возле стола. Он поставил его себе на стол и открыл его. Увиденная вещь заставила появиться мягкую улыбку на его лице. На дне коробки лежал небольшой камень. Мадара взял его в руку и в очередной раз осмотрел надпись на камне «Засада, беги!» Ему всегда было интересно, что же на обратной стороне камня, но не решался на нее взглянуть. Но сегодня он собрался. Наш дом там, где нас ждут. Я всегда буду ждать тебя на горе, мой друг. Прочитав эти слова, из глаз молодого главы клана струились две маленькие дорожки слез. Глава 6. Наемник Синси, пожалуйста, не оставляйте «Они с Наруто добрались до ближайшего большого города стран огня, Танзаку». Наруто ничуть не удивился тому, как отличается этот город от будущего. Было ярко видно, что мир страдает от войны. В промышленном районе еще куда не шло, но вот в жилом. Один ужас и разруха. Но одно не меняется никогда тире, кто имеет деньги, тот управляет миром. Хоть Наруто было мерзко это признавать, но это истина. Деньги тем способом, которым его учили всю жизнь. Остановились они в довольно неплохом отеле, на который у Наруто хватило оставшихся денег. Он снял довольно просторный двухместный номер с большой мягкой кроватью и постеленным на земле футаном. «Мегуми, не плачь! Я же оставляю с тобой клона!» Узумаки пытался успокоить свою ученицу, но все четно. Но он не вы. Как он сможет защитить меня от злых людей? Все никак не успокаивалась девочка. «Я закрою тебя на ключ, один клон будет с тобой внутри, еще два снаружи. Ты будешь в полной безопасности!» Продолжал настаивать Наруто, попутно проверяя свои свитки. «Почему вы не хотите взять меня с собой?» Сквозь слезы спросила Мегуми. «Потому что там опасно!» «И туда не пускают людей младше позвала его Мегуми, на что Наруто повернулся. «Возвращайтесь поскорее!» Узумаки на ее просьбу лишь тепло улыбнулся. «Хорошо!» Сказал Наруто и ушел, по пути создавая клонов. «Все таки, она очень добрый ребенок!» Подумай про себя Узумаки, когда он уже выходил из здания отеля. На дворе уже темнело и было немного прохладно. Ночная жизнь не самого благоприятного района города была очень отталкивающей для таких людей, как Наруто. Многочисленные бары были заполнены пьяными ражами, которые пропивали свои последние деньги. Девушки легкого поведения прямо на улице зазывали к себе потенциальных клиентов. Смотря на это все, и вспоминая как все поменялось после образования привычного ему мира Шиноби, он в который раз убеждался, что появление великих деревень и установление относительного мира явно сыграло на пользу. Да, войны стали куда ужаснее и кровавее, из невинных детей делали оружие массового поражения, но ничего нельзя изменить просто по щелчку пальцев. Все же, даже в его мире пришли к пониманию друг с другом, хотя несправедливость и оставалась в большинстве своем. Стараясь не обращать внимания на отталкивающие сцены совокупления прямо на улице, он направлялся к своему пункту назначения-бар истинная сила. Этот бар располагался в самом центре неблагоприятного района города. Воистину центр наемничества стран огня. Он узнал о нем от жирая. Даже в его время, этот бар был самым главным источником информации и заработка для всех шиноби, хоть и стал выглядеть намного приличнее. Если ты достаточно сильный шиноби, и не брезгуешь посещением подобных мест, тире это твоя золотая жила. Снаружи бар выглядит как большинство подобных мест. Старое деревянное здание, которое держится на божьем слове, и куда же без огромной вывески на пол здания. Изнутри слышались пьяные голоса и смех, что означало лишь то, что какая-то банда выполнила очередное задание и пробухивает все тут. Когда Наруто переступил порог бара, на него сразу же все устремили свои взгляды. Мда уж, контингент тут-тут еще. Стандарт, большие мускулистые парни, рядом с ними лежат огромного размера оружие, в руках стаканы с саки, или банки с пивом, а на коленях сидят распутницы, с которыми позже они проведут вечер. Наруто очень сильно выделялся, и это его очень бесило. Не сказать, что в юности он был красавчиком, но уродом он тоже не был. Просто он не ухаживал тогда за собой. Когда ты всю жизнь живешь один, ты не обращаешь внимания на некоторые вещи, потому что некому тебя научить. Не сказать, что он не мылся, наоборот, он очень любил это делать. Особенно когда стал зарабатывать деньги с миссией, он очень часто стал посещать горячие источники. Тут дело вовсе в другом. Волосы он каждый раз просто срезал ножницами, шампунем для волос он мыл все свое тело, а о каких-то гелях и маслах он вообще узнавал только от Инны и Сакуры, которые любили обсуждать подобные темы. Все изменилось, когда он ушел из Канохи, прихватив с собой всех хвостатых. Семерых из девяти его друзей полностью устраивала его типичная мужицкая внешность, но не двоих, а именно двухвостую кошку, и, на удивление, Кураму. Мататаби, будучи единственной особой женского пола среди легендарных зверей, знал это лук в эстетике, ведь всю жизнь была запечатана в девушках. и по полкам разложила ему что нужно делать. Кураму только поддержал свою хвостатую сестру, ведь джинчарики единственного и неповторимого девятихвостого демона Лиса Курамы должен быть идеален во всем, подстать своему биджу. Это была его прямая цитата. С тех пор, Наруто занялся своим телом, начать и решил с прически. Он долго думал над этим, и захотел укоротить их. Когда же это услышали его модельеры, то Мататаби сразу же начала пинать его хвостами, попутно закидывая огненными шарами. Курамы же отличился только фразой «С такой прической ты будешь выглядеть как уебан». На этом с короткими волосами было покончено. Он еще очень долго перебирал варианты и все-таки нашел подходящее решение. Наруто чуть отрастил волосы, теперь они у него были средней длины, и усилил концентрацию чакры вокруг головы, отчего они стояли немного дыбом, с заломанными кончиками. Дальше он закупил множество кремов, чтобы освежить кожу лица, и наконец-то поборол свою раменозависимость. Из-за поедания рамены в очень больших объемах у него был небольшой процент жира, который скрывал полную эстетику его тела. Уже спустя год он превратился в ошламительно красивого и сексуального юношу, который уверенно бы чувствовал себя в роли модели на обложках различных журналов. Но такая внешность легко привлекала внимание в подобного рода заведений. Дамочки, которых среди наемников тоже было пруд-пруди, жадно пожирали глазами такой лакомый кусочек. Блудницы, которые сидели на коленях наемников мужского пола, тоже не отставали, хотя и не питали надежд заполучить такого красавчика. Мужскую же часть бара, такой смазливый пот сучин взбесил, и они все разом направили на него свое убийственное намерение, на что Наруто бровью не повел, продолжая идти к барной стойке. Дебилы! Их общие ки рядом не стоят с одним процентом кикурамы, которые он часто в меня запускал, пока мы не поладили по дому про себя Наруто, садясь на высокий барный стул. Бармен, мне рюмочку сказал Наруто, подзывая к себе высокого крепкого брюнета, который работал местным барменом. Да, сейчас. На удивление добродушно ответил бармен. Надеюсь, что тут это тоже работает. Подумал Наруто. Заказ на копейку, а официанты почтительны и угодливы. После этих слов бармен с нескрываемым удивлением посмотрел на Наруто. Вы уверены? Почти шепотом спросил бармен. Узумакина это только кивнул. Что ж, некоторые люди готовы за копейку обслужить заказчика, сказал бармен, поставив перед Наруто рюмку с напитком, а сам ушел к себе в подсобку. Узумаки, услышав эти слова, был очень доволен, и уже хотел опрокинуть стопку, но рюмку со стола кто-то выхватил. Наруто навел на этого самоубийцу свое боковое зрение, детально осматривая его. Классический бычара. Крепкому телу, это и есть его единственное оружие. Переведя взгляд на остальных, Наруто увидел благоговение, похоже этот тип пользуется уважением среди наемников. Рослый, намного выше Наруто, длинные черные волосы неухоженные, словно их с рождения не мыли. Взгляд серых глаз довольно наглый, лицо украшало пьяную хмылку. Он выпил отобранную у Наруто рюмку саки, после чего сдавил в руке саму Тару, пока она не разлетелась на осколки. Весь зал зашелся диким хохотом от того, что их авторитет унизил смазливого маленького мальчика. Этот недоразвитый взял Узумаки за шеворот силой и повернув его на себя. Мальчик, ты что, не знаешь, что по ночам детям здесь играть не положено? А не то, такие плохие дяди, как я, могут размазать по барной стойке твою смазливую физиономию. Сказал этот отброс, замахиваясь на Наруто правой рукой, сжатой в кулаке. Наруто решил не церемониться с этим существом, поэтому резко перехватил его руку в районе предплечья. Обычно, я не трогаю людей сайк меньше пятьдесят, но специально для тебя сегодня акции, мудила. Узумаки в одно движение сжал свою руку, отчего по всему бару послышался хруст кости, и дикий вопль отбитого наемника. Подав в ладонь немного чакры и увеличив давление, кожа и мышцы на руке наемника начали превращаться в кровавые ошметки. Резкое движение руки вниз, и наемник навсегда остается без руки. От пережитых эмоций, эта ошибка природы потеряла сознание. Наруто снова окинул взглядом весь зал. Страх. Настоящий, первобытный животный страх. Вот что считалось в глазах других бандосов. Как раз в этот момент вернулся бармен, захватив с собой список заказов. Не сказать, что он поразился этой картине, просто его заведение переживало намного худшнее. Не началась массовая резня, и то хорошо. Но все-таки отметил про себя, не судить о людях по внешности. Господин, я принес список действующих заказов. Если давай самый большой заказ. Перебил его Наруто. Ну госп. Гневный взгляд Наруто заставил бармена заткнуться. Вот, держите господин. Сказал бармен, передавая узумок и бумагу со всей информацией по цели. Наруто беглым взглядом осмотрел документ. Хмм, заказ от клана Сарутеби. Неужели я снова с ними увижусь? Я же пообещал, что никогда больше не приду к ним. Что там по цели? Ликвидация. Цель Хаши Сарутеби. Сливал информацию враждебному клану Шамура. После вычисления сбежал. Награда 2 миллиона рё. Оплата после предоставления тела с возможностью опознания. Последний раз где его видели север города таки. Даже есть отпечаток чакры, хотя я еще не вернул себе способность к Сенсорике. Черт, таки довольно далеко отсюда. Хотя кого я обманываю. Кому и может переместить меня на любое расстояние. Когда Узумаки сделал для себя какие-какие выводы, он кивнул бармену и бросил на стол несколько купюр, которые у него еще остались. Это засаки и запорча интерьера, если его можно таковым назвать. Сказал Наруто и направился к выходу из заведения. Он уже собирался взяться за ручку двери, как путь ему перегородила довольно молодая девушка с светлыми глазами и овальным лицом. Ее темные волосы были завязаны в сложный и запутанный топузел, ее губы были окрашены в темный оттенок помады, а также она имела челку, охватывающую левую сторону лица. Она была одета в темный костюм, характерный для большинства шинобетого времени, не хватало еще и доспехов. Несмотря на безэмоциональность, она была явно навеселе, о чем двинешься. Угрожающе спросил Наруто. Куда же ты, Иик, дорогой? Разве ты, Иик, не хочешь провести, Иик, время с такой шикарной дамой, как я? Спросила девушка, а ее речь явно намекала на лишние граммы алкоголя в ее организме. Не интересует. Холодным тоном заявил Наруто. Резким движением девушка прижала зумуки к стене. Ну чего ты такой бука, милый? Снова спросила девушка, начиная нежно проводить пальчиком по его усикам на щеках. Ты даже представить себе не можешь, от какого удовольствия ты отказываешься. Хоть девушка и была на голову ниже Наруто, она смогла дотянуться губами до мочки уха Наруто, нежно ее прикусывая. Черт, а она сильная. Подумай про себя Наруто, понимая, что наткнулся не на простую наемницу. Выбора нет. активировав мангёки шарингом. С помощью Камуи он сделал себя полностью неосязаемым, что позволило ему пройти сквозь стену. Он быстро скрылся за ближайшей подворотней, проверил окружение на наличие лишних глаз и исчез в портале Камуи. Тем временем и в баре все пребывали в диком шоке, хотя слово из нецензурного лексикона подошло бы лучше для описания их состояния. Не каждый же день люди проходят сквозь стену. Люди быстро списали все на пьяные галюны, кроме бармины, который не пил, и девушки, которая поняла в чем дело. Это до боли знакомые чувства от его глаз. Это не простый шарингон, а мать его мангёки. Я только что предлагала Учихи провести ночь. Слово Каме, что он, походу, не узнал меня, иначе я бы уже была мертва. Судя по тому, что он лишь сжатием кулака оторвал человеку руку, он чертовски силен. Если не на уровне Мадары, далеко от него. Так, спокойно только, главное не проболтаться табирами. Ладно еще Хаширама, но табирама точно запишет меня в предателя. И все же, что Учиха делает здесь? Или он отступник? Блин, тут без Саки не разобраться. Думала про себя девушка, пока наливала себе свой любимый напиток. Несколько часов спустя. Где-то в лесу Страна Огня, но это было несложно. Сказал Наруто, запечатывая труп своей цели в свиток. На удивление самого Наруто, в этом заказе вообще не было никаких проблем. Цель оказалась слабенькой, кроме киндюцу среднего уровня пары техник Огня вообще ничего не показал. К тому же, скрываться у Мелхерова, у Зумаки его в два счета вычислил. В чем же подвох с такой огромной суммой? Или он слишком много знал? Наруто не мог понять, да и не хотел. Все, что его интересует, так это кеш, который за него заплатит. Блин, и почему я не выучал Джонгу? С такими приоритетами в жизни и такой техникой, я бы точно был похож на кокозу. самоиронизировал про себя Наруто, пока его мысли не прервали голоса. Вы окружены. Сдавайтесь. Услышал Наруто очень знакомый голос, который, пока он не может на полную использовать режим мудреца, предпочел бы не слышать. Да твою же мать! Что за невезение сегодня такое? Еще Табирама мне тут не хватало. Ну, теперь, сука, понятно в чем странность заказа. Хорошо, что я успел упрятать свиток во внутренний карман. Абита, я так тебя люблю за то, что твой мангёки такой имбовый. Повторяю. Вы находитесь на территории клана Синджу. Я требую немедленной сдачи. Сказал знакомый физиономия с красными глазами, белыми волосами и красными линиями на лице, а вокруг Наруто собрался уже довольно приличный круг шиноби, которые были одеты в традиционные клановые доспехи. Синджу, из-за массивного капюшона, не смогли рассмотреть лицо Наруто, поэтому очень неизвлекая вероятность, что на него объявят охоту. Камуя. Прошептал губами Наруто, и исчез воронки техники. Черт. Быстро прочесать весь лес, только не ступать на территории других кланов. Кто нарушит границу Тирал бью лично, воскликнул Табирама, и все остальные метнулись исполнять приказ лидера. Отель в городе Танзеку Наруто телепортировался прямо к двери в номер. За целую ночь у него накопилась усталость, поэтому он присел спиной к двери. Стоит честно признать Тирал Наруто ни разу за всю свою жизнь так не уставал. Раньше усталость ему снимал Курама лишь небольшой частичкой своей чакры. На мысли о Кураме он немного сгрустнул. Он очень скучал по своему другу. Но не время унывать. До рассвета оставалось еще около двух часов, поэтому он успеет еще отдохнуть. Наруто тихонько на цыпочках зашел в номер. Он уже развеял клонов, от которых узнал, что Мегуми уже спит. Было очень велико желание наконец-то завалиться спать, но надо проверить Мегуми. Узумаки подошел к кровати, на которой спала девочка. Она спала в зеленой пижаме с синими котиками, которую Наруто ей купил, как только они пришли в город. Это было что-то по типу барахолки, где продавали ношенные вещи, которые были неплохого качества, а главное тире целые и чистые. Девочка сладенько спала, чему-то улыбаясь во сне, видимо снится хороший сон. За эту неделю, что они провели вместе, он впервые видел, чтобы она прямо как он когда-то. От осознания этого у него скатилась одинокая слеза, которую он тут же смахнул. От негативных мыслей его отвлекло довольное мурлык и немегами. Девочке очень комфортно спать, особенно после стойких дней проведенных в плену и сырой пещере. Тепло улыбнувшись этой картине, он мягко, чтобы не разбудить, погладил ее по волосам, и укутал ее в одеяло, которое успело сползти. Понаблюдав за сном малышки еще несколько минут, усталость взяла верх над Наруто, отчего он завалился на футон и мгновенно уснул прямо в одежде, не думая о том, что она вся в крови и грязи. Глава 7. Узумуки Мита Узумуки прогуливалась по большему саду с деревьями Сокуры. Летняя, немного прохладная, погода островов создавала приятную атмосферу, в которой можно подумать о чем-то своем, и никто тебе не будет мешать. Вот и Мита предалась размышлениям, изредка подходя к деревьям и вдыхая нежный аромат цветущей Сокуры. Прямо сейчас она испытывала много разных эмоций, что умело пряталась за маской холодной химии. Как истинную патриотку своей деревни и клана, ее не могли не волновать насущные проблемы. Клан медленно, но верно скатывался в зависимость от Синджу. Былого величия уже не наблюдалось. Если раньше они стояли на равных Синджу и Чхо, то теперь от одного из них зависит их судьба. Мита приходится бегать от одного клана к другому, выбивая лучшие условия для островитян. Удивительно, но к 18 годам у нее открылся дар переговорщика, чем и пользовался ее отец глава клана, Ашина Узумуки. Своей природной красотой и грацией она могла обескуражить любого собеседника, еще даже не начиная разговор. Особенно, когда главой Синджу стал Хаширама, что уже давно сох по ней, дела стали в разы лучше. Глубоко в душе, она очень сильно сожалела, что подписалась на уговор о кровном союзе. Она не любила Хашираму. Безусловно, он был прекрасный друг и собеседник, но как мужчина он был ей неинтересен. Это все ради клана. Такими словами она себя успокаивала. Правда, у нее было еще время, чтобы найти себе спутника жизни, но особых надежд она на это не возлагала. Хотя, может хватит лгать самой себе. Последнюю неделю в ее голове прочно засел блондинист и незнакомец. Из-за смущения и паники, она даже не попыталась подойти и познакомиться. Правда, ситуация вряд ли располагала к знакомству. Но не подходить же к голому парню. Мита же порядочная девушка. Или стоило сделать для него исключение. Мита! Боже, какие люди! Наконец-то я могу тебя увидеть, а то ты все в делах, то делах. Сзади послышался приятный женский голос. Мита обернулась, а на ее лице появилась теплая улыбка. Тетушка Ясу. С радостным визгом, Мита бросилась в объятия взрослой женщины с длинными красными волосами, которые были собраны в низкий хвост, а по бокам волосы были заплетены в маленькие хвостики. Глаза зеленые, одеты в длинное фиолетовое платье без рукавов, а на плечи накинута зеленая туника. В центре лба был маленький черный ромбик, а губы украшала розовая помада. Да уж, совсем не уважаешь бы твоя поддержка. Немного разочарованно сказала Ясу, прижимая свою любимую племянницу к своей внушительной груди четыре размера. Кстати, как она там? Встревоженно спросила Мита, выбравшись с удушающей хватки тети. Да, все по-старому. С момента похороны Каши прошло уже два месяца, а она все никак не приходит в себя. С комнаты почти не выходит, только поесть в туалет, а по ночам плачет. А Кира очень переживает за нее. Постоянно спрашивает меня, а когда мама поправится? Все-таки, он очень умный мальчик, несмотря на то, что ему только десять. Я уверена, что из него бы точно получился бы достойный наследник, только вот некому с ним заниматься. Грустным тоном рассказала Ясу. А как же дядя Исау? До этого шныря допросишься. В последнее время вообще обезумел, черт старый. Бегает что-то, рассказывает о спасении клана. В общем, не до нас ему. Лицо Ясу окрасил яростный оскал, а голос был наполнен разочарованием, но потом она с надеждой посмотрела на Мита. Может ты бы зашла и поговорила с Мей? Вы же с ней не разлей вода. Я уверена, что ей не хватает твоей поддержки. В принципе, это возможно. У меня как раз особо нету дел, так что я сейчас же пойду к ней. Спасибо, пойду я понесу обед своему ненаглядному. Сказала Ясу и помахала на прощание рукой. До встречи, тетушка. Ответила Мита и пошла в направление дома своего дяди. Кланучха Мадарасама Мадарасама кричал запыхавшийся Джира, буквально влетая в кабинет главы клана. Ша-ша-ша-ша-ша-ша, Джирасан, не нужно так орать. Шикнул на него Мадара, ведь не очень-то и любил шум. Простите, Мадара. У меня строчное донесение. Жена Даймё страны молнии прислала вам письмо. Сказал Джира, вручев руки лидера вышеупомянутое письмо. Мадара открыл конверт и принялся внимательно читать. С каждой прочтенной строкой его глаза все расширялись и расширялись, а на его лице появилась улыбка, которая обычно не сулила врагам чем-то хорошим. Это просто замечательно. Джирасан изуная еще не отправился на поиски того блондина. Спросил Мадара вальяжно откидываясь на спинку кресла. Нет, Мадара сама. Сейчас его позову. Сказал Джира, на что Мадара только кивнул. Через несколько минут в кабинет зашел и сам помощник Мадары. Ты что-то хотел, старший брат? Изуна, отменяй поиски блондина с Шаринганом. Жена даймё страны молнии наняла нас, чтобы мы изгнали клан Ченойки в долину Ада. Она пообещала очень много заплатить нам, что очень поможет в борьбе с Синджу. Мадара, казалось бы, впервые был таким довольным, но вот у Изуны были сомнения насчет этой миссии. Брат, ты уверен, что нам стоит брать эту миссию? Клан Ченойки очень силен, их гендюцы еще опаснее, чем от нашего Шарингана, да и техники у них жуткие. В отвращение встрепенулся Изуна. После этих слов эфория Мадара резко улетучилась. А ведь правда, клан Ченойки очень силен. Если даже в эпоху Сингаку джедай с ними никто не хочет связываться и воевать, то это надо иметь в виду. Но деньги сейчас очень нужны. У него нету выбора. Я понимаю все риски, поэтому возьми наших лучших воинов с Мангёки. Кетсурюган сильнее обычного Шарингана, но против Мангёки даже они сказал Мадара, взвешивая все за и против. Есть старший брат. Узуши дом Исаия Ясу, тётя Мита. Как только Мита переступила порог дома, ей в объятия сразу же влетел мальчик с короткими красными и растрёпанными волосами. Глаза его были ярко-зелёные, кожа слегка бледноватой, а одет он был в синий комбинезончик. А Кира, как же ты вырос? С тёплой улыбкой сказала девушка. Да. Я вырасту очень сильным, как дедушка Исаия, и защищу тебя с мамой. Весело выкрикнул мальчик, поднимая руку в победном жесте. Молодец, я верю тебе. А где твоя мама? Спросила Мита, на что мальчик сильно погрустнел. Мама в своей комнате. Она редко из неё выходит. Сказала Кира, опустив голову. Давай, ты пойдёшь проиграешь, а мне нужно поговорить с твоей мамой. Попросила Мита, погладив мальчика по голове. Хорошо. Ответил Акира, и убежал в свою комнату. Мита улыбнулась ему вслед. Подойдя к двери своей двоюродной сестры, она легонько постучалась. Когда ответа не последовало, она попробовала толкнуть дверь, и у неё это получилось. Она вошла в довольно большую и просторную спальню, в которой витала мрачная атмосфера. Окна были закрыты большими чёрными шторами, свечи и лампы были потушены. На удивление, в комнате было довольно чисто, большая двусопальная кровать, которая стояла напротив дверей, была аккуратно заправлена. Слева от кровати стояла огромная тумба с большим зеркалом. На кресле перед зеркалом сидела довольно молодая девушка лет 2530. В левой руке она держала золотую расчёску, которая расчёсывала свои длинные красные волосы, что достигали пола. Одета она была в белосинее пышное платье с цветочками. Когда Мита взглянула на отражение в зеркале, она ужаснулась. Там она увидела человека, нет, скорее живого мертвеца. Девушка пустым взглядом смотрела на своё отражение, а по выражению её лица можно было понять, что она знает, где находится. Фиолетовые мешки под глазами ясно давали понять, что со сном у девушки огромные проблемы. Красная белочная оболочка глаз говорила о том, что она больше плачёт, нежели спит. Мита не на шутку испугалась за свою сестру. Вот наглядный пример, к чему может привести любовь в этом жестоком мире. Мия Акаши. Это была самая известная пара в скрытом водовороте. Всё помнили Акаши, ведь он был самым весёлым и красивым парнем в клане. Это была любовь с первого взгляда, и Мини смутил тот факт, что Акаши был старше её почти на десять лет. Многие девушки бегали за ним, но Акаши интересовала только Мия. Когда Мия исполнилась шестнадцать, Акаши пришёл к Исаа Ясу просить руки их дочери. Исаа хорошо знал этого парня, ведь не раз они вместе ходили на миссии, рыбалку и охоту, поэтому решил, что для его любимой дочурки не найдётся партия лучше. Они поженились, а через несколько месяцев у них появился ребёнок Акира. На всю деревню не было семьи счастливее, чем они. Да что там на деревню, на целую страну. Но счастье рано или поздно заканчивается, а на его смену приходит горе. Акаши был умелым воином, мастером Датона и Суетана, мастером Фуиндицу. За свои заслуги перед кланом, его назначили ответственным за оборону восточной части большего острова Узумаки, а также других мелких островков. И вот, два месяца назад, в этом направлении свою очередную атаку совершили клан Хазуки. Оборонцы никак не ожидали такой внезапной атаки, поэтому не смогли вовремя запросить подкрепление, и ввязались в бой. Видя, что его гарнизон несёт значительные потери, Акаши предпринял самоубийственное решение, и приказал всем отступать, и запросить подмогу, а сам принялся в одиночку прикрывать им отход. У них всё получилось. Пришла поддержка, во главе с Исао, и одним мощным ударом они откинули водяных обратно в океан, где они пошли в отступление. Но Акаши был уже мёртв. Ценой своей жизни он спас клан Узумаки от возможного краха. Исао лично на своих руках принёс тело Акаши в деревню. Увидев эту картину, Мия сразу же потеряла сознание, а низ её платья украсился в красный цвет. Тем же вечером семья узнала, что Мия была беременна вторым ребёнком и у неё случился выкидыш. Акаши похоронили с большими почестями, а глава клана присвоил ему статус Героя Водоворота, но уже посмертно. Потеря мужа и второго ребёнка за всеми этими делами клана, она даже не удосужилась проверить состояние своей сёстры, за что мысленно себя ругала. Она одним рывком сократила между ними расстояние и крепко-крепко обняла её. Мия встрепенулась, будто вышла из транса. Когда она поняла, что находиться в объятиях Мита, её лицо наконец-то показало хоть какие-то эмоции. К счастью, это была радость. Мия обняла свою сестру в ответ. Сказала Мия, а из её глаз ручьём рынули слёзы. Мия, сестрёнка, прости-прости меня, дуру. Как же я рада, что с тобой всё нормально. Причитала Мита, ещё крепче обнимая своего родного человека. Нечего переживать за меня. Я уже подумала, что ты забыла меня. Ещё сильнее разревелась Мия. Глупышка, как же я могла забыть о тебе? Сказала Мита, разрывая объятия и вглядываясь в измученное лицо своей сёстры. Я жалкая, да? С грустным взглядом спросила Мия. Ничего такого. Ты очень красивая и сильная, Мия. Несмотря на все удары судьбы, ты стараешься продолжать жить. Да, пока получается у тебя не очень, но главное, что ты стараешься. Я уверена, что у тебя всё получится. На слова Мита, Мия наконец тепло улыбнулась. Спасибо, мне очень сестра. Старшая сестра, ё-моё. Послышался в доме мужской голос, а в комнату к девушкам ворвался запыхавшийся изму. Вот ты где. О, привет старшая сестра Мия. Тепло улыбнулся парень. Привет, изму. А ты сильно возмужал. В ответ улыбнулась Мия. Всё же, несмотря на долгие дни уныния, она рада вновь увидеть столь родных людей. Ой, спасибо. От покраснел. Ты чего хотел? Недовольным тоном спросила Мита. А? Да. Дядя Иса звал тебя. Говорит, что появилась срочная миссия. Кстати, я тоже иду. Кратко объяснил ситуацию изму. Ясно. Ладно, передай, что я приду через несколько минут. Понял. Сказал парень, и поспешил уйти. Мия, мне нужно уходить, но как только я вернусь, мы с тобой обязательно наверстаем упущенное. Заверила ее Мита и поспешила еще добавить. А пока советую провести время с Акирой. Мальчику тоже тяжело, он потерял отца, не заставляя его еще и мать потерять. Да и с ним ты намного быстрее придешь в себя. Хорошо, я обещаю. Сказал Мия, опустив голову. Как она могла вот так вот бросить своего любимого ребенка? Ну, я пошла. Кабинет Узукаги когда Мита зашла в кабинет, ее встретила вся семья и двое стариков. Это были Джуза и Ёши да Узумаки, супружеская пара, которым на двоих три сотни лет. Они были старейшинами клана. Итак, раз все в сборе, то начинай, Исао. Сказала Шина, сидя во главе большого круглого стола, а все остальные расселись по кругу. Хорошо. Примерно неделю назад мне пришло письмо от главы клана Сарутеби. В письме он рассказал мне, что в одно из поселений его клана пришел неизвестный человек, который представился Наруто. Стражники Уворот сочли его подозрительным, поэтому напали на него, в надежде задержать. Вот только он без особых проблем раскидал их и уже готовился отражать нападение самого Саски, но конфликт удалось уладить мирно. Саски подчеркнул, что даже ему было бы не под силу справиться с ним. Он отчетливо чувствовал энергию Узумаки в нем. Поэтому, мы решили, что нужно взять его в клан. Мне необходим отряд для встречи с ним, ведь мы не можем знать его намерения к нам. При всем уважении к главной семье Узумаки, но почему мы должны брать в клан всяких проходимцев? А вдруг он будет шпионить на наших врагов? Спросил своим хриплым старческим голосом Джуза. Пока в нем течет кровь Узумаки, то он будет являться нашей семьей. Или вы хотите усомниться в моей преданности к клану? С явным недовольством спросил Исао. Ладно-ладно, не нервничай, Исао. Если ты готов взять на себя всю ответственность за его действие, то мы не будем против. Вот только, если он согласится присоединиться к клану, то нам нужно, чтобы его допрос проводился в присутствии всех, кто сейчас здесь. Подала голос Йошида. Хорошо, я согласен с вашими условиями. С полной уверенностью сказал Исао. Дорогой, может не стоит так рисковать? Тихонько спросила Ясо. Просто доверься мне. Не мне серьезно ответил Исао. Что же, раз так, тогда я собираю команду для поисков этого блудного узумаки. Исао, ты возглавишь поисковую группу. Как переговорщик, пойдет Мита Асниизму. Также, к вам в подмогу я назначаю нашу шальную тройку. С ехидной улыбкой под конец сказал Исао. Исао резко побледнел, а от Ясу и Кацуми послышали стихие смешки. Ашина, брат, смилуйся. Только не они. Запротестовал Исао. А кто сказал, что все будет просто? С улыбкой пожал плечами Ашина. Вот же черт. Если этот Узумки, после всего этого, не согласиться пойти с нами, я лично ему шкуру спущу. Яростно выкрикнул Исао, а все присутствующие зашлись громким хохотом. От всей этой атмосферы не сдержался и сам Исао и присоединился к ним. На такой дружной ноте все и разошлись. Глава 8. Встреча с семьей, тире, сенсей, может передохнем немного. У меня сейчас ноги отвалятся. Тире жалобно взвыл Мегуми, идя следом за Наруто, еле перебирая ногами. Этот день надолго запомнится маленькой принцессе исчезнувшей страны. Мало того, что Наруто поднял ее в самую рань, заставил провести изнурительную тренировку, а после этого, не отдохнув, они пошли в неизвестном ей направлении. Тире Мегуми, ты должна укрепить свой внутренний волевый стержень, чтобы стать по-настоящему сильной Кунаичи. Твои навыки очень перспективны, но твой дух все еще слаб. Чтобы стать по-настоящему сильной, тебе нужно выходить далеко за рамки своих возможностей. Сегодня ты делаешь первые шаги в этом направлении, могу только поздравить тебя. Тире с теплой улыбкой сказал Наруто. Тире очень рада, Сенсей. Но можно укреплять этот стержень чуть позже. Тире с глубокой одышкой сказала Мегуме. Тире ладно, все равно мы уже пришли. Тире сказал Наруто останавливаясь перед знакомыми воротами, где стоящие охранники нервно поежились только от одного его взгляда. Тире сядь вон под деревом, передохни. Я недолго. Тире фух. Хорошо. Спасибо. Тире с улыбкой сказала Мегуме. Узумаки же направился к охране. Тире господин Наруто, выжидали слово, что не появитесь больше здесь. Тире настороженно сказал один из охранников. Тире ну, во-первых, здравствуйте. А во-вторых, я здесь по этому поводу. Тире сказал Наруто, доставая из кармана плаща бумагу, с выполненным заказом. Охранники взяли бумагу и начали читать. После прочтения они недоуменно переглянулись, ведь очень удивились отсутствию тела жертвы. Тире КХМ КХМ Тире немного прокашлялся один из охранников, чтобы успокоить шалившие нервы. Тире можете показать нам труп. Тире Охранник все же решил продолжить спор, но его прервает появившийся шиноби из света главы клана. Тире Лорд Саски приказывает пропустить этого человека. Тире сказал этот шиноби. Охранники поспешили открыть ворота, и Наруто пошел в направлении резиденции главы клана. Тире проследите за девочкой, что со мной пришла. Тире обратился Наруто к стражникам. Тире хорошо. Саски был очень удивлен, что так скоро увидел этого опасного блондина. Наруто вызывал у него смешанные чувства, с одной стороны его сила была непонятной, а с другой Тире если его не трогать, он не тронет и тебя. Тире я не знаю, как относиться к тому, что ты не сдержал слова. Первое мое впечатление о тебе было, что ты человек чести. Тире сказал Саски, пытаясь скрыть внутреннее напряжение. Тире я вас уверяю, не было бы в этом необходимости, я бы и не сунулся сюда. Чисто случайно оказалось, что я решил взяться за ваш заказ. Тире парировал Наруто, показывая соответствующую бумагу. Тире ты не упоминал, что работаешь наемником. Тире с долей лукавства сказала Саски. Тире скажем так Тире я новичок. Тире с ухмылкой сказал Наруто. Тире хорошо, и где тело? Тире вот. Тире сказал Наруто, доставая из внутреннего кармана плаща свиток и распечатывая труп. Когда Саски увидел тело Хоши, то брезгливо сморщился. Подлые предатели вызывали у него только отвращение. Сарут оби подал знак своей свите, и те принялись осматривать это он. Тире таков был вердикт проверяющих. Тире что же буду говорить прямо, я не ожидал что кто-то возьмется за этот заказ. В связи с этим, деньги, что были отложены на него, были потрачены на боевые действия. Прямо сейчас я не могу оплатить только три четверти всей суммы, то он есть полтора миллиона рю. Остальную сумму клан Сарут и готов отработать или отдать каким-либо товаром. Тире сказал Саски с легкой долей сожаления в голосе. Тире Хим со всеми бывает. Раз так, то я бы хотел, чтобы вы пригласили сюда своего кузнеца. Тире ответил Наруто, уже придумав что запросить у клана. Саски кивнул своему человеку, и тот ушел. Через десять минут он вернулся в сопровождении большого накачанного мужчины, который был одет в кузнечную робу. Тире Здравствуйте, лорд Саски. Тире поклонился кузнец. Тире Здравствуй, Шира. Этот человек хочет с тобой кое-что обсудить. Тире кивнул Саски. Тире Меня интересуют слитки со сплавами металлов, из которых вы делаете оружие для Шиноби. Тире обратился к кузнецу наш блондин. Тире Основные сплавы, с которыми мы работаем. Тире это сплав легкой чакра проводящей и чакра стойкой стали, титана и серебра. Сталь позволяет оружию проводить чакру и сопротивляться ей, титан добавляет легкости, стойкости и мобильности, серебро препятствует коррозии при контакте с жидкостью, в том числе и с кровью. Тире объяснил Шира. Тире отлично, мне подходит. Сколько стоят такие слитки? Тире решил узнать у Зумуки. Тире 120 тысяч рио за штуку. Вес одного слитка тире один килограмм, тире ответил кузнец. Тире беру шесть штук. Тогда вы должны мне один миллион двести восемьдесят тысяч рио. Тире с этими словами Наруто протянул руку Саске. Тире договорились. Тире Саруто ответил на жест. Тире прошу пройти за моим помощником. Там тебе выдадут и деньги, и товар. С этими словами все покинули кабинет главы клана. Когда Саске остался один, он обратился в пустоту. Тире ну как тебе парень? Впечатляет? А Исао? Тире спросил он у того, кого не заметили. Тире ты был прав, мой дорогой друг, в нем действительно течет энергия у Зумуки. Спасибо, что позволил мне присутствовать при вашем разговоре. Тире сказал Исао, выходи из тени комнаты и направляйся к выходу. Тире меня терзают смутные сомнения. Он у Зумуки, и это спору не подлежит, но почему та энергия, которую я почувствовал, очень сильно совпадает с главной семьей? Это странно, ведь из главной семьи никто не уходил, по бабам за пределами деревни не гулял. По крайней мере без предохранения, недалеко от поселения давайте просто скрутим этого красавчика и понесем в деревню. Всего делов то. Тире взвыла довольно красивая молодая девушка, что была одета в традиционно клановый доспех этих времен. Глаза были ярко-синие, почти голубые, осиные талии, а красные волосы были заплетены в длинную косу, что достигало самой земли. Они уже целый час наблюдались далеко за воротами поселения Сарутаби, в ожидании, что оттуда выйдет либо Наруто, либо Исао. Тире я никогда ему этого не прощу. Чертов дядя Исао бросил нас тут с этими сумасшедшими. Ладно хоть им из них самое адекватное, просто ноет много, но эти двое это просто дикий ужас. Тире злостно шипел изму. Тире не Саоанн. Давай устроим спарринг. Я чувствую, что за те десять минут после нашего последнего боя я стала намного сильнее. Тире вопил как не в себя коротко стриженный красноволосый парень тоже со светло-синими глазами и в таких же доспехах Шиноби. Тире я в предвкушении, братец. Тире с безумной улыбкой облизал губы почти точная копия предыдущего парня, только с длинными растрепанными волосами и шрамами по всему лицу. Эти двое столкнулись в яростной битве на мечах. И если бы стражники ворот не были предупреждены, а Мегуми не храпела под деревом, то здесь бы поднялся просто вопиющий кипиш. Тире эти трое мешают мне ясно соображать. И угораздило жатца послать на такое ответственное задание этих полоумных. Тире от ярости досады мит закусила нижнюю губу. Тире нет, но это невозможно просто. Тире эмо. Тире рявкнула митта. Тире хай, митта принцесс. Айо принцесса митта. Тире девушка вытянулась по струнке перед праведным гневом буйной принцессы. Тире если ты не успокоишь этих двоих, то я скажу отцу, чтобы он поставил тебя дозорно у главных ворот. На целую Тире не надо. Прошу вас, митта сома. Пожалуйста не отправляйте меня на такие адские мучения, вы славу шенигами. Хотите я вам ноги буду целовать? Хотите? Тире она реально полезла к митта с намерением поцеловать ей ноги. Узумаки резко отошла от такого позорища, вдохнула выдохнула, успокоилась и продолжила выполнять миссию. Тире просто успокой своих братьев. Тире уже спокойным тоном попросила митта. Тире да, сейчас же сделаю. Тире отчеканила Эмма и быстро побежала к сражающимся парням. Она сняла повязку, что держала ее косу, и волосы волнами раскинулись по ее спине до самой земли. Девушка сложила несколько печатей, а затем выкрикнула Тире Нинпа, техника удушающей плети. Ее волосы будто зажили своей жизнью. Сделайте малейшего движения и прерывая этим самым спарринг. Тире Сатакун, Ютакун, посидите пожалуйста. Тихо. Митта Хим очень сердится из-за вас. Вы же знаете какого она в гневе. Тире будто бы детей, отчитывала их Эмма. Тире Мита. Тире Сота, тот что с шрамами и длинными волосами, с долей грусти посмотрел на принцессу, которая продолжала наблюдать за воротами. Тире Хорошо, я понял. Тире Ладно, Эмма, я обещаю не шуметь. Тире сказал Юта, после чего они снова были на свободе, но больше не решались спровоцировать драку. Мита же с огромным интересом и радостью ожидала выхода Наруто. Какое же это дикое совпадение, что тот парень, которого они ищут, это тот, кто не покидает ее сны уже вторую неделю. Он оказался у Зумуки. Какое же это чертовски хорошие совпадения? Или это судьба? Тире Нет, Мита, не думай о нем слишком много. Шенигами, ну почему ты подарил мне такую безумную фантазию? Почему, когда я думаю о нем, у меня в голове постоянно всплывает та сцена на озере? Нет, не сейчас. Это миссия, Мита. Просто миссия. Миссия, найти супергорячего парня. Да черт. Тире От досады Мита закрыла лицо ладонями. Тире странно, с чего это ты, с тех пор, как мы вышли на след этого Наруто, постоянно краснешь и закрываешь лицо руками? Неужели контракт с Хаширом уже можно разрывать? А? Тире С лукавой ухмылкой проговорил Заму, пытаясь снова ввести Мита в краску. Старшая Узума Кина эти слова снова покраснела, но на сей раз от злости. Тире Еще хоть слово скажешь, и я за себя не ручаюсь. Тире Голос я же пошутил. Но просто сидеть тут на жопе ровно уже даже меня напрягает. Тире пожаловался Заму. Тире И что ты предлагаешь? Тире решила поинтересоваться Мита. Тире Ты же видела, что он путешествует с девочкой, и создается впечатление, что они неплохо ладят. Может стоит поговорить с ней, и узнать, как найти к нему подход. Мита была очень удивлена, что такая гениальная мысль прозвучала именно от ее неопытного брата. Тире Черт! Я настолько отвлеклась, что даже и мысли об этом не допустила. Тире сокрушалась про себя у Замуки. Тире Это неплохая мысль. Я пойду, а ты, если что, прикроешь меня. Мита вышла из укрытия и пошла в направление город. Она подошла к спящей девочке, при этом давая отмашку стражникам, что все хорошо, и она не причинит ей вреда. Мит очень любила детей, и увидев, как сладко спит девочка, ее рука сама потянулась потрепать по ее синим волосам. Но, между ними, прямо из-под земли, появился Наруто. За ту долю секунды Мита словно попала в транс. Она наконец-то увидела его лицо вблизи. Такое прекрасное, и в то же время такое холодное и злое. Тире Почему твои прекрасные голубые глаза превратились в это? Тире спросила сама себе Мита увидев узор Мангёки Шарингана. Тире Почему ты сейчас такой злой? Я сделала что-то неправильно. Мита казалось, что они часами просто смотрят друг другу в глаза, когда как в реальности это заняло меньше секунды. Наруто схватил Мита за протянутую руку, перебросил через себя, и швырнул девушку в ближайшее дерево с такой силой, что она проломила его. От лишнего шума проснулась Мегуми. Увидев эту заварушку, и не до конца осознавая, что и как, она спряталась за Наруто. Сам Узумаки создал клона, чтобы прикрывать ее. Сойто Узумаки был ошарашен увиденным. Но удивление быстро сменилось яростью, и он распечатал две катаны, которые взял в обе руки. Тире кто тебе позволил трогать митохими своими грязными руками, ублюдок. Тире длинные волосы парня стали дыбом, белые шрамы, которыми было изуродовано его лицо, стали красными, а белочная оболочка глаз налилась кровью. Тире Мита. Тире удивился про себя Наруто. Тире так вроде звали первую дженчури Кикурамы. Но дальше думать ему не дал Сата, вмиг оказавшись рядом с Наруто, в попытке разрубить его горизонтальным ударом накрест. Правда, у него этого не получилось. Катаны прошли сквозь тело Наруто, а Бландин ответил мощным апперкотом в подбородок, который отправил нападавшего в полет на добрых два десятка метров. Тире Нинпа, техника управляемых волос. Тире прозвучал приятный женский голос, и Наруто был скован за ноги и торс. Руки освобождая себя. Те, что остались, снова потянулись к нему, но Наруто намотал их себе на руки и резко дернул, заставив ему подлететь к нему. Пока девушка находилась в воздухе, он замахнулся коленом, впечатывая его в живот и мы, отчего она сплюнула кровь и тоже отлетела. Блондин почувствовал сзади себя опасность и быстро применил неосязаемость к Амуе. Сквозь него прошел меч, который был направлен Юта. Тире Райтон Грозовое поле. Тире Поток электричества парализовал парня, и Наруто решил полностью вывести его из строя. Тире Гендюцу Шарингом. Юта Узумаки упал без сознания, но расслабляться нашему герою было еще рано. Вокруг него начали кружить две красные тени, попутно нанося удары катанами, от которых Наруто удавалось уклоняться. Завязался бой на мечах. Хоть расклад был не в пользу Наруто, но ему удавалось отбиваться, а иногда даже теснить своих оппонентов. В конце концов, Наруто это надоело, и пока он отбивался от выпадов противников, смог сложить печать одной рукой. Тире Футан Великий порыв. Тире техника откинула противников на пять метров, но они не спешили возвращаться в бой. После довольно продолжительного боя на мечах с большой скоростью, Изам и Исаа немного выдохлись, о чем свидетельствует сильная отдышка у старшего и потрепанный вид младшего. Тире «Черт, я немного староват уже для таких интенсивных боев. Может быть просто поговорим?» Тире спросил Исаа, придерживаясь рукой за спину. Наруто на это только хмыкнул, и расслабленным шагом пошел к Мегуме, которая с открытым ртом наблюдала за тем, как Синси в одиночку сражается с целой группой сильных шиноби. Тире «А ты не с разговорчивых? Неужели так тяжело просто поговорить, а не нападать кулаками? Причем на девушку?» Тире с вызовом спросил Зму. Тире с такими как вы, крысами, что вздумали следить за мной, у меня разговор короткий. Благодарите господа, что вы узумаки, иначе бы уже лежали в могиле. Тире холодным тоном сказал Наруто, детально осматривая не заделили техники Мегуми, и отряхивая ее одежду от пыли. Тут все его чувства напряглись до предела. Со стороны леса на него понеслись шесть очень знакомых цепей. Тире «Черт, это же несокрушимые цепи, что были у моей мамы Карен. Если дам им схватить себя, будет очень плохо». Тире подумал про себя Наруто, вспоминая опыт встреч с этой секретной техникой и всячески уклоняясь отбиваясь от цепи катаной. Из густого леса показалась и сама хозяйка цепей. Вид у нее был не самый лучший. Кимоно было грязное, местами виднелись дырки. Изо рта стекали струйки крови, а сама девушка держалась за живот. Очевидно, что она не была готова встретить такой урон. Тирамито, убери свои цепи. У нас просто вышло недопонимание. Тире крикнула Сао. Мита быстро убрала цепи, и обессиленно оперлась о ближайшее дерево. Наруто снова подошел к Мегуме. Тире ты уже отдохнула? Тогда пошли. Тире сказал Наруто, взяв девочку за руку. Тире постойте, Сенсей. Я узнала. Это же тот дядя, что спас меня. Помните, я рассказывала. Я узнала его голос. Тире радостно закричала Мегуме, указывая пальчиком на Исао. Тире я тебя узнал, Синевласка. Тире с улыбкой сказал Исао. Тире что же? Тире остановился Наруто и повернулся к Узумуке. Тире я благодарен, что вы тогда спасли мою ученицу. Но сейчас нам пора. И если вы снова будете преследовать нас, клан Узумуке лишится нескольких жизней. Тире посты, Наруто. Мы не просто так за тобой следили. Мы искали тебя, и вот нашли. Клан сейчас нуждается в тебе. Тире с чего мне вообще помогать вам? Да, моя фамилия Узумуке. И что это меняет? У меня нет привязанности к клану, я с самого детства один. С какой целью я должен вступить в клан? Наруто сейчас боролся. С одной стороны, он очень хотел узнать, как жили его предки. Но с другой стороны, он там никто. Он не знает ни традиций, ни обычай, ни их быт, ни их жизнь. Там он станет изгоем. Плюс ко всему, долгие годы одиночества не пошли на пользу его психике. Тире Курамы, тире тихо прохрипела Митта, на что Наруто ошарашенно взглянул на нее. Тире Курамы ждет тебя. Блондин в одно движение оказался рядом с Митта, схватил ее рукой из-за горла и прижал к дереву. Тире откуда ты знаешь это имя? Отвечай. Тире он сильнее надавил на нее. Тире он сам мне его сказал. Глава 9. Ловушка флешбек оригинальный мир Наруто Тире не знаю как вы но я больше не могу на это смотреть. Тире сказала Маттебе нервно взмахивая хвостами. Сейчас 8 из 9 хвостатых собрались на совещание чтобы решить проблему с последним своим собратом. Тире что мы можем сделать? Тире пожал плечами Сунгаку. Тире подумаешь Хандрит может обойдется все. Тире Маттебе права. Я его таким даже после смерти отца не видел. сказал Какуа. Тире может нам попытаться его развеселить. О а давайте я ему устрою шоу с пузырями. Тире радостно завопил шестихвостый. Тире да замолчи ты Саикен. Это очень глупая затея. Тире застрекотал Чоуми отчего шестерка сразу погрустнел. Тире нужно найти какой-то выход иначе он снова впадет в ярость. А в этом состоянии даже нам всем вместе не удержать его. Тире взволнованно протараторил Сыбу. Тире есть один вариант. Помните отец показывал нам технику с помощью которой можно призвать его дух из чистого мира. Может он сможет как-то помочь все таки даже мы не знаем все силы реку до синина. Тире подал идею гюки. Тире ха ммм а это мысль. Для этой техники нужна как раз силы хотя бы семерых из девяти хвостатых но с восемью точно получится. Шукаку а ты что скажешь? Тире спросил Сунгаку и все перевели взгляд на на удивление молчали ватануки. Тире чего вы на меня уставились? Если даже меня бесит захандривший тупой лис то давайте сделаем. Тире ответил Шукаку Все хвостатые одновременно сложили лапы в молитвенном жесте а по округе разнесся целый поток мощной чакры. Через несколько минут перед ними начал материализоваться дух мудреца шести путей. Тире не думал я что вы призовете меня когда установится мир. Что случилось? Хотя не говорите я увижу все сам. Тире сказал Хагар и закрыл на мгновение глаза. Тире понятно такой судьбы даже я не смог предвидеть. Корнаци Ашуры значит он нашел способ переместиться в другой мир. Тире да. И теперь Курама хандрит. Ему было очень сложно расставаться с Наруто. Мы пытались его подбодрить но сам знаешь он не из тех кто показывает свои истинные чувства. Вот мы и призвали тебя в надежде что ты сможешь что то сделать. Тире объяснил ситуацию Гюки. Тире ладно позовите Кураму. Тире сейчас. Тире сказал Какуа и убежал в густой лес. Через несколько минут хвостатые Хагармы увидели довольно забавную картину. С леса вышел Какуа и тянул за один из хвостов Кураму. Тире больно. Отпусти меня гребанная лошадь. Клянусь если ты откусишь мне хвост я тебе глотку перегрызу. Тире яростно кричал лис. Тире Курама ай-яй-яй ты так и не научился манерам. Тире с улыбкой сказал Хагармы. Тире отец. Тире с удивлением спросил Курама. Тире да мой дорогой Курама. Странно получается ты же всю жизнь ненавидел своих дженчурики но не Наруто. Неужели ты так сильно привязался к нему. Тире решил узнать мудрец. Курама на это лишь тяжело вздохнул. Не хотел он перед всеми раскрывать свои чувства но видимо придется. Тире да я очень привязался к Наруто. Я впервые встретил свою родственную душу человека что понимает меня лучше чем другие мои собратья хвостатые. Когда он ушел то сложилось такое впечатление что с ним ушла и частичка меня. Тире понурно объяснил лис. Тире я понимаю тебя. Но хочу спросить вот что. Не хотел бы вернуться к своему другу. Тире с загадочной улыбкой спросил Хагарема. После этих слов Курама торопила уставился на своего создателя хотя в глазах его загорелся огонь радости. Тире ты можешь это сделать? Тире ну ну не переоценивай мои силы. Я не смогу это сделать но мы все вместе определенно сможем. Но вот какой еще вопрос меня интересует. Ты серьезно хочешь покинуть Тире твердо ответил лис. Тире хоть мы все вышли из одной чакры я никогда не чувствовал к другим хвостатом братских чувств. Мы все разные да и большую часть нашей жизни мы провели отдельно. Но Наруто Тире это другое. Я главный отравитель его жизни. Я убил его родителей он всю жизнь был вынужден сдерживать в себе всю Наруто даже узнав всю правду он сделал поистине удивительную вещь. Он назвал меня другом. Чудовище что повинно в гибели бесчисленного количества людей включая его родных он назвал другом. Только за это я готов отдать за него жизнь. Только за это я готов уйти в неизвестность лишь бы быть рядом с ним. Таковы мои чувства. Тире Хэн. Тире удовлетворенных мыкнул Хагарама. Тире тогда не будем тянуть время. Дети мои скопите как можно больше чакры я начинаю технику. Тире Асуцуки сложил руки в молитвенном жесте и закрыл глаза. Тире да я вижу Курама ты обладаешь объемом чакры сопоставимым с половиной бездонного запаса джуби. Никто в этом мире не сможет перенести столько чакры в параллельный мир поэтому я поменяю местами твое сознание и сознание Курама из того мира где сейчас Наруто. Это будет не самых приятных процессов но что поделаешь. Тире я готов. Тире ну тогда Тире сказал Хагарама но лис его уже не слышал. Вернемся к Наруто. А дальше он очнулся в лесу. Он хотел отправиться на твои поиски но посчитал это слишком опасным. Но он догадался что ты мог отправиться в зуше поэтому прибежал туда. Это было за несколько часов до нашей отправки на твои поиски. Все жутко перепугались ведь слышали истории про девятихвостого демона лиса. Наши шиноби вступили с ним в бой и я была в их числе. Показалось подозрительным что он только защищался но не нападал. Когда я поймала момент я сковала его цепями. Он применил какую-то технику и мы оказались в его сознании. Там он мне рассказал о вас что вы из будущего и что я была его первой джинчурики в вашем мире. Тире закончила рассказ Мита. Сейчас они с Наруто сидели у костра. На дворе была ночь вся команда отдыхала после тяжелого боя с блондином а принцесса Узумаки Ну ты и трепло. Но ничего как только я все здесь разрулю я проведу тебе профилактическую беседу баррикады Адама Рассинганов. Тире подумал про себя Наруто ковыряясь куском дерева в костре. Тире кто-то еще о вашем разговоре знает? Тире холодно спросил Наруто. Тире нет я никому не говорила. Просто убедила папу что он не опасен и мы разместили его на небольшом островке где никто не живет. Тире далее между ними установилась неловкая пауза. Тире слушай Наруто. Тире робко начала митта но Наруто ее перебил. Тире вот и хорошо. Если ты посмеешь кому-то об этом рассказать то посоветуй тогда постоянно озираться чтобы в голову не прилетел шальной кунный. Мы идем на остров я забираю Кураму мы уходим в закат и наши с вами пути расходятся навсегда. Надеюсь я понятно все объяснил. Тире твердо припечатал Наруто и ушел в палатку к Мегуме попутно легким движением руки разрушая барьер митта. От такого резкого тона у митта на глаза навернулись слезы но кроме месяца и звезд этого никто не видел. День спустя вся наша тайны просто вся территория стран огня является собственностью даймё а так как Узумаки считаются гражданами стран водоворотов то за наличие собственного порта в стране огня пришлось бы платить аренду а так пара десятков барьеров и фуин конструкции и бесплатная связь с материком обеспечена Наруто и Мегуме шли подальше от отряда Узумаки ведь между ними все еще витало равно только Мегуме было тревожно от этой связаемой напряженности будто поднеси спичку и снова загорится пламя битвы плыли они тоже в полной тишине Узумаки были на своей волне а Наруто в предвкушении ожидал встречи со своим другом попутно играя с Мегуме Тиро им так весело словно они не сенси ученица а брат и сестра может мне тоже стоит с ней сблизиться Мегуме явно знает подход к Наруто точно нужно с ней подружиться ведь если я смогу своей красотой обаянием очаровать его холодное сердце нам придется жить всем вместе так не фантазируй так сильно Тиро витало в своих мыслях Мита тем временем они подплывали к главному острову где была расположена деревня Узумаки Наруто сразу заметил как под палящим солнце над вроде бы пустым и нежилым островом что-то еле заметно переливается тире иллюзорный защитный барьер тире с долей интереса спросил Наруто тире да тире с удивленным лицом подтвердил Исао тире а ты откуда знаешь тире да так просто догадался тире махнул рукой блондин тире ведь в моем мире был точно такой же тире ну ладно мита помоги мне тире попросил Исао и он вместе с племянницей сложили печати спустя секунду в барьере открылся проход такого размера как раз чтобы прошел корабль к самому острову оставалось недолго ведь барьер немного выходил в море как только корабль пришвартовался Наруто подхватил Мегуми и спрыгнул на берег тире веде тире обратился он к мита и они пошли вдоль берега далее пришлось пройтись по воде ведь остров находился приблизительно в полукилометре от берега так как Мегуми еще не умела так делать Наруто пришлось нести ее на спине наконец они пришли на остров тире ничего не понимаю этот остров я помню его тут ничего не было но аорта исходила из него дьявольская надо быть на чеку тире подумал Наруто крепко взяв Мегуми за руку сделав еще шаг он заметил что Мита которая постоянно шла за ним резко пропала из кустарников перед ним пронеслось ужасающее давление чакры от такой аоры Мегуми мелко затряслась а на глаза наступили слезы на Наруто это не возымело должного эффекта раздвинув кусты Наруто увидел то что взбесило его сильнее чем что-либо до этого на поляне стояло высокое здание с большим символом клана а перед зданием лежал в огромном наморднике возле него в ряд выстроились двадцать шесть шиноби в разных фарфаровых масках они двадцать седьмой в маске шинигами стоял прямо напротив Наруто а по правую сторону от него Мита тире у Зумуки Наруто мы хотели все решить по-хорошему но ты решил сыграть в неприступную крепость ты хотел забрать Лиса но с тех пор как он вступил на наши земли он является нашей собственностью мы готовы отпустить Лиса и дать вам снова быть вместе но только с одним условием вы оба поклянетесь на верность клана Узумуки в храме шинигами что стоит сзади нас тогда вы станете гражданами Узуши и не будете отличаться в правах от остальных Узумуки тире властно заявила великая химик клана Узумуки Мита Наруто никакой реакции на ее слово не показал а только сложил крестообразную печать сзади него появились два клона которые положили руки на маленькие плечики Мегуми и утянули ее за собой в Камуе клоны сильно ограничены в использовании способности Мангёки Шарингана поэтому требуется силы аж двух клонов тире понятно значит весь этот сыр бур с самого начала был простой фальши вы не пришли уговаривать меня вступить в клан вы пришли заставить меня вступить в клан и Курама тебе ничего не рассказывал хм а умелые вы люди и не скажешь что прямо сейчас есть угроза вашей свободы залезть в разум биджу может не каждый тем более вытянуть оттуда всю информацию я вам очень нужен раз вы решили прибегнуть к подобным методам вы с самого начала знали что я из другого мира тире спокойно спросил Наруто что очень пугало Мита тире да тире прозвучало от человека в маске шенигами этот человек медленно стянул с лица маску и под ней оказался Исао тире хоть мы уже познакомились но позволь мне представиться еще раз меня зовут Исао Зумаки я верховный жрец храма шенигами лидер священного ордена Зумаки фактически я второй человек в деревне после Узукаги около двух недель назад наш блаженный бог шенигами послал мне видение что в наш мир прибудет парень который не вписывается в закон бытия этот парень станет для клана Узумаки спасением либо же его погибелью тогда я настоял на том чтобы отправиться на твои поиски и принять тебя в клан я организовал нашу поисковую миссию а тут появился курама об этом шенигами меня не предупредил но мы решили перестраховаться если бы ты сразу согласился на наши предложения то мы бы не заковывали кураму вы бы просто воссоединились и жили счастливо среди нас но ты оказался намного сложнее и сильнее здесь собрался весь священный орден 26 лучших воинов клана плюс я поэтому не советую тебе устраивать здесь дебош давай все решим мирно сын Кушин и Узумаки Минаты на Микадзе тиро уверенно предложил Исао протягивая к Наруто свою правую руку Наруто на его слова и действия сначала тихонько хихикал а затем разразился диким и зловещим хохотом тире ха-ха-ха какой же паскудный и безумный клан решили шантажировать меня моим другом самым дорогим что у меня есть ха-ха-ха где же ваше доброта и благородство о котором я так часто слышал в своем мире вы просто трусы ха-ха-ха как же я был глуп тире и его безумный смех и крик начали утихать Наруто начал успокаиваться а его лицо исказилось гримасой боли и обиды тире я снова слишком сильно поверил в людей думал что только в моем мире столько гнусных и противных людей думал что переместившись в другой мир люди тут тоже будут другие но это очередной самообман кура мая я вытащу тебя друг мой в глазах Наруто загорелся мангёки шаринган а сам Мизумаки достал из правого кармана свиток распечатав из него выпали шесть слитков металла который он купил в Сарутабе Наруто сложил несколько печатей и металл зашевелился взлетел в воздух и начал кружить вокруг Наруто невооруженным взглядом было видно что на слитках был такой же узор как и на проклятой метке Шукаку тире джетон проклятая метка тануки глава 10 такие похожие но такие разные джетон проклятая метка тануки выкрикнул Наруто и весь металл вокруг него стало на месте увидев как накалилась обстановка Исао снова надел мазку шинигами джетон техника стального копья все шесть слитков превратились в острые копья и полетели на Исао не вмешивайтесь я сам разберусь Нинпа щит шинигами выкрикнула Сао и возле него появился призрачный щит в форме черепа что за хрень моя атака даже не дошла до него подумал Наруто силой мысли возвращая металл к себе маска шинигами если она находится в руках чистокровного узумаки позволяет пользователю не только призвать аватар нашего бога но и использовать уникально для этого мира техники сдавайся Наруто если без маски ты смог победить меня на легкие то с маской у тебя нет шансов против меня высокомерно сказал Исао черта за два я сдамся такому ублюдку как ты Катон техника драконьего пламени выкрикнул Наруто запуская в Исао огромную струю пламени нинпа щит шинигами но щит снова отразил атаку пока дым от техники рассеивался Наруто пропал с поля зрения Исао только услышал свистящий шум сзади себя Росинган выкрикнул Наруто впечатывая технику своего отца прямо в маску и откидывая Исао на добрых десять метров правда техника не возымела должного эффекта что хотел сломать маску чтобы лишить меня сил никто из смертных не способен сломать вещь пропитанную силой бога смерти нинпа коса мертвого призрака в руках Исао материализовалась довольно внушительная коса черного цвета и он уже замахнулся для удара но довольно прозвучал очень громкий крик Исао обездвижили двенадцать алых словно пропитанных кровью цепей и это же алые несокрушимые цепи в ужасе подумала Мита папа молчать сейчас голос Ашины очень четко отдавал сталью брат в шоке спросил Исао сколько раз я тебя предупреждал чтобы ты не занимался своевольничеством я люблю тебя как брата но это уже перебор ты вздумал шантажировать и обманывать человека в котором течет кровь главной семьи да еще и за моей спиной стоит ли мне расценивать это как преступление и предательство спросила Ашина лицо его было суровое голос твердый а взгляд холоднее льда ты же знаешь что я все всегда делаю ради клана в отчаянии завопил Исао вот именно из-за таких людей кто как он думает заботится о клане у самого клана столько проблем ты же ясно сказал что этот парень либо спасет клан либо его уничтожит так как ты думаешь что на уме у этого парня после всего того что ты наделал Исао нечего было ответить поэтому он просто склонил голову молчишь ты сейчас совершил столько преступлений что я могу отрубить тебе голову прямо на месте обман и шантаж использование ресурсов деревни в преступных целях пленение мифического существа превышение полномочий и это я еще не упоминал то что ты использовал мою дочь во всем этом первый второй возле Узукаги появились шины бессвященного ордена запереть этого преступника в темницу с особыми условиями молись Исао помолись шинигами за свою судьбу ведь ее решать будет обманутый тобой парень увезти после этих слов шины до увели Исао который подчинился воле своего брата 10 23 возле шины появились шины бессвященного ордена стоящие на одном колене распечатать лиса но в сознание не приводить не хочу чтобы он буйствовал раньше времени наруто обратился он к блондину который вообще не понимал что здесь происходит пожалуйста пройди за мной из чего мне за вами идти яростно ракнул наруто я уже успел убедиться что мои далекие родственники те еще мрази не думаю что вы отличаетесь если сейчас же отпустите к ураму я обещаю что уйду максимально мирно и больше вы обо мне не услышите не судя так строго и не обобщай я лишь хочу поговорить с тобой если после нашего разговора ты решишь уйти я не буду держать ни лиса ни тебя это займет не больше часа я обещаю максимально мягко попросила ашина в таких моментах народ очень четко видел преимущество клана очиха с их уникальным дадюцу свой мангёки он еще не успел выключить поэтому мог четко увидеть мельчайшие движения мышц на теле ашины даже сквозь темную одежду и броня он видел что зукаги не врал и не лукавил эх если бы наруто был внимательнее то он бы заметил этот большой обман от исао хорошо спокойно сказал наруто выключая мангёки шарингом я выслушаю вас но если мне хоть что-то из сказанного вами не понравится я забираю кураму и ухожу я выслушаю его возможно это и была моя главная проблема за последние годы я просто не хотел никого слушать ни кукаши ни саски не даже шикамару может быть если бы я их выслушал моя судьба сложилась бы по другому подумай про себя наруто следуя зузу каги отец мита подбежала кашине и упала перед ним на колени обнимая за ноги при этом громко рыдая отец пожалуйста пощадь за меня я не хотела это все дядя исао он заставил меня пообещав что наруто будет мм будет полезен деревне это случилось во время миссии я не знала его истинных намерений заткнись рыпнула шина отчего мита в шоке раскрыла глаза по закону ты должна сейчас сидеть за решеткой но я смелуюсь над тобой месяц домашнего ареста уйди прочь с моих глаз дома поговорим от кого от кого но от тебя я такого не ожидал мита младшая узел маки вся в слезах убежала домой все-таки маленькие отличия между нашими мирами есть по воспоминаниям курамы мита казалась мне сильной волевой женщиной хотя сейчас ей только примерно 18 а джин чирики она стала в 29 может за такой промежуток времени характер претерпел изменений не знаю мысленно пожал плечами наруто смотря в спину идущему ошени а этот человек не отличается от ашины из моего мира которого я увидел в воспоминаниях мамы сильный мужественный любит свой клан как же он допустил скатывание такого великого и сильного клана у меня есть много вопросов без ответов но по моим ощущениям этому человеку можно доверять за всеми этими размышлениями наруто и ашины дошли до главных ворот деревни сами ворота практически не отличались от ворот в конохе за посередине возле входа в деревню их ждали изому вместе с сатой ютой и мы привет папа с улыбкой выкрикнул изому здравствуйте узукаги сома в один голос выкрикнули братья и сестра вставая перед лидером на дно колено здравствуйте дети изому сынок миссия закончилась можешь идти домой тоже улыбнул сашина да странно наруто здесь амито с дядей куда-то убежали ну ладно может у них появились какие-то дела пожал плечами изому и потопал к себе домой подождав пока сын главы клана скроется за воротами голос подала эмо узукаги сома наша секретная миссия выполнена все так как вы и предполагали наши люди среди шина бессвященного ордена собрали всю недостающую информацию и саосан планировал обманом заставить наруто и лиса пройти особый ритуал подчинения который был запрещен в нашем клаве еще вашим дедам этот ритуал привязывает душу и разум существа к особой каменной скрижали человек что владеет этой скрижали пишет они любую команду и существо ее беспрекословно выполняет фактически этот человек или существо которое пройдет ритуал лишается воли и вынужден подчиняться хозяину этим и саосан хотел предотвратить пророчество ашинигами и обрести для клана сильных защитников серьезно и без доли ребячества рассказала эмо чем слегка удивила наруто ведь он считал ее ребенком заключенный в теле взрослый на слова ему еще больше взбесили наруто даже тут к людям хвостатым относятся одинаково этот гад хотел просто использовать нас против воли все бессмысленно зачем меня вообще понесло в этот мир лучше бы покончил жизнь самоубийством хоть не было бы этой нающей боли в груди от накативших эмоций наруто начал тяжело дышать и рукой сжал водолазку в районе сердца по его щекам стекали две дорожки слез наруто успокаивающе начал ашина положив свою руку на плечо блондин я знаю как тебе тяжело сейчас все это слышать но послушай меня не ненавидь наш клан он ни в чем не виноват в этом ты убедишься когда пройдешь эти врата я не могу оправдывать действия Исаа но в чем-то даже он был прав нашему клану нужны защитники просто методы его мне противны ни ты ни лис не заслуживаете быть марионетками в руках кукловода в свое в свое оправдание и оправдание клану я могу сказать лишь то что об этом знали лишь определенный круг людей значит и вы знали об этом немного успокоившись спросил наруто я не владел полной информацией но имел представление и подозрение поэтому я и отправил командуемые на поисковую миссию чтобы они следили за Исау эти трое уже давно состоят в особом отряде что подчиняется лишь мне одному остальных я внедрил в священный орден чтобы они разведали ситуацию изнутри вместе с моей супругой которая является верховной жрицей постойте Исаавид сказал что он является верховным жрецом скептически спросил наруто именно жрецом а при храме должны быть и жрица и жрец жрица занимается организацией праздников служб и так далее а жрец управляет непосредственно священным орденом правда есть один нюанс который помог нам узнать план Исаавид видение которое Шинигами нам иногда посылает видит как жрица так и жрец жрец не может принимать решения в которых непосредственно участвует храм без согласования со жрицей моя жена притворилась что согласна с замыслом Исаавид и поддерживает его а сама доложила обо всем мне тогда и началось наше большое расследование у нас было недостаточно улик чтобы предъявить обвинение поэтому решили застать его с поличным как-то так все и произошло с ума сойти не думая выпалил наруто извините Ашина сан но сейчас это все слишком сложно для меня после всего случившегося в моем мире и этого случая я уже не знаю кому верить а кому нет я понимаю я все прекрасно понимаю давай просто пройдем к моему кабинету и там в спокойной обстановке поговорим затем Ашина повернулся к тройке вы молодцы ребята чуть позже вам принесут вознаграждение за выполненное задание а пока можете взять себе выходной есть у Зукаги сама одновременно очеканила тройка и исчезла мда больше бы таких Шиноби как эта шальная тройка тогда бы мы не нуждались в тебе хи-хи-хи заговорила Ашина когда они уже зашли в деревню интересные ребята сухо сказал Наруто безостановочно вертя головой вокруг разглядывая деревню а посмотреть было на что будто бы он попал в Канаху в самые мирные и юдиньки красивые здания были почти одинаковые отличались лишь по размеру а построили их в традиционном стиле присущим всем кланам деревня была красочной в основном преобладали синие черные и красные цвета правда то что все люди были красноволосыми заставляло Наруто чувствовать себя неуютно люди были счастливы словно они не знали какие ужасы творятся за пределами деревни ребятня играла и веселилась мамы постоянно о чем-то сплетничали а мужчины видно не было видимо стоят на страже этой идеи странно я не вижу здесь несчастных и сломленных заплаканных и одиноких детей здесь так прекрасно все красивые все ухоженные нету 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 их нету такое может быть разве нету здесь детей что едят с мусорки воруют и торговцев еду убегают от разъяренной толпы здесь нету таких как я эти ненормальные мысли прервал маленький детский маячек что врезался в его ногу напротив Наруто стоял красноволосый мальчик с колючими похожими на его волосами и заинтересованно смотрел на незнакомого блондина Наруто не мог пошевелиться в этот момент он сразу же вспомнил детство и точно такую же ситуацию тогда он хотел подружиться с ребятами его ровесниками но те лишь брезгливо отвернулись от него даже забыв про тот самый маячик а мальчик продолжал смотреть на Наруто блондин переселил себя и дрожащими руками поднял маячик и протянул его мальчику хи-хи спасибо дяди а у вас очень необычный цвет волос но такой красивый и прическа крутая прям как у меня тут Наруто переклинило очень конкретно он уже не понимал что делает он просто упал на колени и обнял мальчишку своими крепкими объятиями и снова он плачет эм дяди вы чего обеспокоенно спросил мальчик ничего ничего мальчик у тебя есть мама и папа спросил Наруто разрывая объятия быстро утирая слезы есть весело улыбнулся мальчик и они у меня самые лучшие пожалуйста исполни одну мою просьбу попросил Наруто взяв паренька за плечи подойди прямо сейчас к своим родителям и скажи им что ты очень сильно их любишь и почаще им это говори паренек сначала скептически посмотрел на Наруто а после широко улыбнулся хорошо дяди я обещаю вам сказал мальчик и убежал обратно к своим друзьям а Наруто так и продолжил стоять на коленях прямо посреди улицы Ашина же просто молча наблюдал за этой картиной его терзал лишь один вопрос сколько же дерьма в своей жизни ты пережил Наруто улыбнулся